Глава восьмая. Вымирать или жить? Вернувшись в лагерь, я убрала все, что напоминало о Таге, разрушила весь ее маленький мир. Мне было очень плохо, а тут еще пипа исчезла. На следующее утро Егип сообщил, что ее видели возле Кеннера. Несколько часов мы напрасно проискали ее, а потом надо было позаботиться о рождественской елке. На сочельник я пригласил к обеду Джорджа с помощником, молодого индийца Арана Шарма, который работал в заповеднике на общественных началах, и трех друзей из Найроби. Наряжая елку, я все время видела перед собой смеющиеся глаза Таги, готовые к новым плутовским поделкам. Сколько было бы возник со сверкающими игрушками, которыми я украшала шипы небольшого деревца Баламитеса. При жизни Тага занимала все наши мысли, и теперь, когда ее не стало, она как будто еще больше напоминала нам о себе. Я чувствовала себя очень несчастной, и даже обрадовалась, когда наконец появились гости, и нужно было их занимать. Они привезли очень вкусную свежую рыбу и цыпленка. Конечно, не обошлось без вина и традиционного сливового пудинга. Вечер начался удачно. Позднее я зажгла свечи на елке и стал раздавать подарки. Для африканских рабочих у меня были сигареты, сахар и деньги. Мне хотелось, чтобы всем было весело. И я была очень благодарна, что никто не упоминал о Таге. Когда гости разъехались, я споткнулась и, упав, ушиблась об угол деревянного ящика. К счастью, Джордж еще не уехал и помог мне встать. На следующее утро я все еще не могла двигаться, и локаль сам отправился искать пипку, но не нашел. После обеда приехали гости. Доктор Джон Рассел с женой и доктор Пол Мартин из Таксонского университета в Аризоне, Соединенные Штаты Америки. Они путешествовали по Африке, чтобы узнать, почему многие виды, давно исчезнувшие в Америке, все еще процветают на африканских равнинах. Особенно они интересовались слонами и специально заехали поговорить о наших наблюдениях над этими животными. Примечание. Позднее результаты исследований доктора Мартина совместно с Райтом были опубликованы в книге «Исчезнувшие виды плейстоцена». В разговоре я похвалила оригинальный серебряный браслет Миссис Рассел, заметив, что это должна быть работа индейцев Наваха. Она очень удивилась моей догадки, и мне пришлось объяснить, что я интересовалась жизнью и бытом индейских племен во время своего путешествия по Соединенным Штатам Америки и привезла несколько индейских украшений и книг об их обычаях. Миссис Рассел сказала, что это подлинный литой браслет Наваха, и что она очень его любит и носит, не снимая вот уже десять лет. Вдруг послышался шорох, и появилась пиппа. Я очень удивилась, что она пришла в лагерь, где было так много гостей. Несомненно, ее заставил прийти только голод, потому что, основательно подкрепившись, она тут же исчезла. Хотя я изо всех сил старалась скрыть, как я горюю по таге, Миссис Рассел, должно быть, почувствовала мое отчаяние потому что на следующий день вечером, когда я сидела в темноте и думала о таге, мне привезли записку и драгоценный индейский браслет, который она оставляла мне в подарок. Я была глубоко тронута. С этого дня браслет стал браслетом таги, и я его надевала каждый раз, когда мне приходилось официально выступать в защите диких животных. Разве я могла предугадать, что меньше чем через два года мне придется участвовать в Нью-Йоркской телевизионной передаче об охране диких животных вместе с Моной Дейтон, которая незадолго до этого события была признана лучшей учительницей Соединенных Штатов Америки. Во время беседы она не сводила глаз с браслета таги и, наконец, спросила, как он попал ко мне. Я рассказала ей всю историю, и оказалось, что она близкий друг Миссис Рассу, и этот браслет она сама помогла ей достать в одной из индейских резерваций штата Аризоны. Поэтому она и была так удивлена, увидев его у меня. Пиппа вернулась на следующее утро. Но прежде чем приняться за еду, она долго обнюхивала все места, где любила играть тага. Я совсем не могла нагибаться, и поэтому локаль причесал Пиппу и обобрал с нее клещей, что очень удивило ее. Потом он пошел с ней на прогулку, но она все время оглядывалась на меня, ожидая, когда я пойду с ней. В это время подъехала машина, ее шум спугнул Пиппу, и она убежала за реку. Приехал доктор. Я посылала за ним в Мауа. Он определил перелом ребер и сказал, что я слишком много двигаюсь, и мне нужен покой. Волей-неволей пришлось оставаться на месте несколько дней. В эти дни Пиппа приходила очень часто. Локаль попросил отпустить его домой, потому что у него серьезно заболел один из детей. Через два дня он вернулся с печальным известием. Ребенок умер. Он исторически переносил свое горе на все воля Мунгу, Бога. Его самообладание было поразительно, но когда мы пошли с Пиппой на прогулку, и они стали играть, я вдруг заметила, что он вытер глаза и поцеловал Пиппу, чего никогда раньше не бывало. По-видимому, его горе было гораздо глубже, чем он показывал, и я поняла, что ему стало легче, когда он поделился своей болью с Пиппой. Семнело, и Пиппа стала то и дело прятаться от нас, и, наконец, притворилась, что гонится за жирафом. Это был просто способ тактично удалиться на ночь. Несколько дней она почти не приходила в лагерь, и даже при встрече в зарослях ловко пряталась от нас, совершенно утопая в густой траве. Мы чувствовали, что она совсем близко, начинали тщательно обыскивать местность и находили ее всего в каком-нибудь метре от нас. Она лежала, застыв и прижавшись к земле, а ее петлистая шерсть сливалась с пожелтевшей травой. Иногда нам так и не удавалось обнаружить ее, хотя мы точно знали, что она здесь. Дикие животные всегда замирают, когда нельзя убежать. Это лучший способ спрятаться. Помню, как я однажды наткнулась на жабью гаднюку. Казалось, что она раздавлена, и только голова торчит вверх. Из любопытства я стал бросать в нее камни, приблизилась на три фута, она все еще была недвижима, и только когда, наконец, один из камней попал в змею, она метнулась прочь. А в другой раз я застала врасплох земляную белку, которая стояла на задних лапках, приподняв одну переднюю. Она увидела меня и мгновенно замерла. Я засекла время. Земляная белка сохраняла полную неподвижность в этой неудобной позе пятьдесят минут. Но тут уж у меня лопнуло терпение, и я ушла. Другие животные не просто замирают, они притворяются мертвыми. Я очень хорошо помню молодого филина, который валялся на земле с подшипленным глазом и без признаков жизни. Он был еще теплый, и я подняла его, стараясь не касаться мощных когтей, положила в машину и привезла домой. Когда мы приехали, птица казалась совершенно мертвой. Но мы все-таки не были в этом окончательно уверены, и потому поместили ее в большую клетку, положив рядом с ней подстреленного зайца. Когда мы пришли через несколько часов, филин был по-прежнему мертв, и только от зайца ничего не осталось, кроме нескольких клочков шерсти. Тогда мы подложили филину голубя и снова ушли. Некоторое время спустя мы осторожно подкались к клетке с другой стороны и увидели, как филин энергично расправляется с голубем. Но стоило ему нас заметить, как он тут же свалился замертво. Эта игра продолжалась три недели, пока филин окончательно не выздоровел, и его можно было выпустить. Был еще случай с двумя птицами-носорогами величиной циндейку, которые спаслись от неволи, так убедительно изобразив смерть, что их оставили лежать на земле. И они воспользовались этим, чтобы удраться. Я пишу эти строки и смотрю на молодого геккона, который прилепился к стене хижины в двух футах от меня. Он так неподвижен, что его невозможно было бы обнаружить, если бы не темные глаза. Есть у геккона и еще один надежный прием. Он может не только замирать, но и менять свой цвет в зависимости от фона, так же, как хамелеон и агама. Все они дикие животные. У них есть резкие причины избегать людей. но даже у пипы моего друга очень быстро пробуждался природный инстинкт, который заставлял ее ускользать и прятаться. Это был хороший признак, значит, она начинает дичать. Но когда она исчезала, я всегда волновалась, а вдруг ее укусила змея или произошло какое-нибудь несчастье. Я жила в постоянном напряжении, в страхе за нее. Оставалось одно, ежедневно разыскивать ее следы. Поэтому я очень обрадовалась, когда она появилась вечером 31 декабря и осталась со мной встречать Новый год. Она отдыхала, лежа рядом, а я думала, как она будет себя вести, когда у нее появятся малыши. Приведет ли она их в лагерь? Может быть, даже окотится здесь? Или наоборот, совсем одичает? Если у нее появятся котята, это будет первый случай, когда вскормленная человеком самка-гепарда даст дикое потомство, и я смогу узнать много нового о привычках диких гепардов? А вдруг Пиппа поможет мне найти ответ на вопрос, почему гепарды так плохо размножаются в неволе? Несколько дней спустя Локаль опять отпросился домой. Вернулся он с новой женой, по моим подсчетам это была пятая. Поступок вполне разумный после недавней потери, но я просто див удалась, как ему в его возрасте удалось уговорить такую хорошенькую девушку выйти за него замуж. Я надеялся, что она не уйдет от него, три последние сбежали, оставив его с разбитым сердцем. Он сказал, что отдал за девушку 200 шиллингов наличными и быка в придачу. Это был тонкий намек на свадебный подарок. Я обещала ему подарок, но не раньше, чем через три месяца. Мы оба рассмеялись и пошли погулять с Пиппой в Кроюверу. Она была тоже очень рада, что Локаль вернулся и, мурлыкая, увивалась вокруг него, пока мы не дошли до реки. Там она спугнула самку бегемота с крошечным детенышем, еще совсем светленьким. Они испугались нас и заспешили через мелкие перекаты. Мать проталкивала малыша между скалами, пока они не добрались до глубокой заводи, где можно было нырнуть. Тут выплыл еще один бегемот, примерно в трех ярдах от нас. Разину в свою бездонную пасть и выпучив глаза, он медленно проследовал мимо. Берег здесь почти не поднимался над водой, и я с опаской посматривала на бегемота, но у Пиппы хватило смелости рычать на него, пока он не скрылся под водой. За всем происходящим наблюдал еще один бегемот, который прятался под кустами у противоположного берега. Хотя Пиппа обычно очень волновалась, возле реки боялась крокодилов, на этот раз она ничуть не трусила, наоборот, усела сусамой воды и свирепо рычала не только на выпуклые глаза бегемотов, возникающие над водой, но и на каждую маленькую волну. Наверное, ей часто попадались навстречу эти неповоротливые толстяки, выходившие по ночам кормиться на равнину. Она не проявляла к ним ни малейшего уважения. Точно так же она относилась и к слонам. Она продолжала рычать на бегемотов и подходила к ним так близко, что я предпочла уйти от реки. На обратном пути она разогнала стаю цесарок и вдруг стала кружиться на одном месте, как овца больная вертячкой. Я подбежала и увидела, что она играет с маленьким цыпленком. Которого уже подранила. Я свернула ему шею и заставила пеппу сметь его, чтобы она знала, с какой целью убивают дичь. Вечером я, как обычно, принимала ванну позади своей палатки. Мне нравилось, сидя в брезентовой ванне, смотреть на звезды. А иногда я видел силуэт слона, посущегося за рекой. Так приятно было отдыхать. Но в этот вечер у меня появилось странное ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Я включила фонарик и увидела, что в ярдах в пятидесях возле моей машины сидит лев. я быстро оделся и сказал мужчинам, чтобы они не выходили из своей палатки. Утром меня разбудило мурлыканье Пиппы, а потом она ткнула с головой мне в лицо через противовоскитную сетку и улегла возле моей кровати. В первый раз после смерти Таги Пиппа вошла в палатку. Когда я встал, мы осмотрели землю возле моей машины и нашли следы крупного льва. Позднее мы видели следы льва и двух львиц на дороге в Кеннер. Пиппа не приходила ни днем, ни ночью, явно избегая встречи с львами. Кроме того, было полнолуние, а в такие ночи она всегда вела себя беспокойно. Тяжелый топот по крыше Пиппиной хижины, которая стояла в десяти яздах за моей палаткой, разбудил меня среди ночи. Пиппа обычно всегда, когда бывала в лагере, пользовалась крышей как наблюдательным пунктом, и мне был хорошо знаком звук с которым она вскакивала на нее, но сейчас оттуда слышался куда более увесистый топот. Я напряженно прислушивался к звукам, потом услышал ошейник крупного зверя, и у входа в мою палатку появился огромный лев. Я в ужасе закричала, но он стоял как ни в чем не бывало. Немного помедлив, он повернулся и пошел к реке, оглядываясь на меня, а потом возвратился к Пиппиной хижине. Я позвала локаля. Когда он вышел из своей палатки, лев перешел к кухонному навесу, который помещался между палаткой мужчин и моим кабинетом. локаль направил на льва фонарь, но он только стоял и жмурился от яркого света. Зик и лев не мог себя так вести. И вдруг меня осенило. Это же угас! Он четыре дня назад ушел из лагеря Джорджа. Я решила, что он ищет пару и идет по следу львов, которые мы видели на дороге. Наверное, и вчера меня напугал тот же угас. Вот и теперь он подошел к машине и уселся на том же месте. В конце концов он скрылся в темноте. Я быстро оделась, велела слугам запереться в кабинете. Это была единственная постройка с дверью и оставаться там до моего возвращения. Потом я взяла немного мяса и вместе с локалем пошла к машине повторяя угас, угас. Лев вскоре появился и подошел к лендроверу. Несомненно, это был наш старый добрый угас. Я бросила мясо, надеясь, что это удержит его возле лагеря, пока я съезжу за Джорджем. Потом я повела машину по узкой неровной колее, потому что хорошая дорога проходила мимо Кенмера, и мне не хотелось среди ночи тревожить егерей в Кенмер-Лодже. Через несколько миль колея подошла к густым зарослям и стала петлять между деревьями, так что уже в нескольких ярдах ничего нельзя было разглядеть. Земля была покрыта свежим слоновым пометом, и в воздухе держался его характерный запах. Я испугался, ведь если эти великаны вздумают преградить мне путь, я ничего не смогу поделать. Еще больше я встревожилась, когда колея вдруг исчезла, и мне пришлось ориентироваться только по далекой двойной вершине Мугвонга. Моя машина, как бульдозер, прорывалась через норы трубкозубов и нагромождение камней, пока не выбралась наконец к лагерю Джорджа. Джордж всегда спал очень крепко, и мне далеко не сразу удалось растолковать ему причину моего полуношного визита. Потом ему нужно было еще починить лендрозер, и к моему лагерю мы подъехали только в четыре часа утра. К счастью, Угас все еще был поблизости, и, услышав знакомый голос Джорджа, выскочил из кустов ему навстречу. Хотя я очень любила Угаса, я все-таки с облегчением вздохнула, когда он вскочил в кузов лендрозера и принялся за приманку, которую мы туда положили. Джордж крепко запер двери клетки и отвез домой из тосковавшегося по любви льва. Мне было очень жалко Угаса. При его добродушии у него не было ни малейшего шанса поухаживать за Герлу, которую ревниво охранял бой. Что же нам было делать с Угасом? Ему нужна была пара, потому-то он и шел за дикими львицами, когда забрел в мой лагерь. К этому времени он, должно быть, проголодался, и, когда узнал мою машину, не говоря уже обо мне самой в моей ванне. Естественно, зашел ко мне в палатку в надежде немного подкрепиться. Конечно, у него были самые мирные намерения, но откуда мне было знать, что лев, вломившийся в мою палатку, всего-навсего угас? Джордж придумал выход из положения. Он согласился взять группу из трех львиц и одного льва. им было по четыре месяца, которых ему недавно предложили. Сначала этот детский садик будет угас просто для компании, а потом львицы вырастут и составят его гарем. Джордж послал своего помощника за львятами и через несколько дней они прибыли в лагерь. Глава девятая Первый помет Пиппо, видимо, решила, что теперь можно без опасений возвратиться в лагерь. Она пришла и принялась жадно обгладывать остатки козьей туши. Я понимала, что регулярная подкормка помешает ей окончательно привыкнуть к вольной жизни, но мне не хотелось морить ее голодом во время беременности. Когда мы выходили на прогулки, я всегда с завистью смотрела, как она вымюхивает что-то в высокой траве, доходившей мне до плеч. Выглянуть из нее она не могла и думала, как многое потеряла от того, что плохо чувствую запахи. Для хищника обоняние самое важное чувство. И обычно оно развито лучше, чем зрение или слух, какой бы остроты они не достигали. Любое животное, которое находится с подветренной стороны, могло скрыться от пиппы, сохраняя неподвижность. Однажды я даже ухитрила пристроить в безопасное место в траве под ветром трех птенчиков цесарки, пока пиппа гонялась за храброй матерью, которая перепархивала, чтобы отвезти ее от своих малышей. Некоторые считают, что гепарды не очень умны. Нам всегда хочется судить об уме животных по своим человеческим понятиям. Это очень большая ошибка. У каждого вида развился тот ум, который оказался наиболее подходящим для него в борьбе за существование. То, что в определенных условиях животные ведут тебя не так, как мы с вами, вовсе не говорит об их глупости. Просто они руководствуются другими способами восприятия, которые нам неизвестны. Некоторые пресмыкающиеся, почти не меняясь, существуют на Земле уже 200 миллионов лет. Морские млекопитающие 60 миллионов. А вся история человека насчитывает каких-нибудь 2 миллиона лет. Сколько бесконечно интересных открытий может принести внимательное изучение чувств, которыми наделены животные. Ведь до сих пор они остаются непостижимыми для нас. Если бы мы занялись этим, то, может быть, нам удалось бы прожить, не истребляя другие виды и в конечном счете свой собственный вид самих себя. Питпа всегда добивалась того, что ей было нужно. Она знала, что ей необходимо и очень часто проявляла редкостный такт, чтобы не огорчать меня и все же настоять на своем. Какой бы своевольной, независимой или холодной она не казалась подчас, ей все-таки очень нужна была поддержка. Она не любила проявлять свои чувства, разве что помурлычет или поиграет моей рукой. Но мы с ней прекрасно знали, что любим друг друга. На прогулке она по-прежнему ходила со мной и локалем. Мне всегда стоило большого труда прекратить болтовню локаля, который говорил даже в тех случаях, когда надо было помолчать, чтобы не спугнуть животных. Но зато добравшись до лагеря, он с лихвой вознаграждал себя за вынужденное молчание и весь вечер повторял рассказы о происшествиях дня, украшая факты все новыми подробностями. Мы разыскивали пепку, и однажды перед закатом молча пробирались по узкой звериной тропе через густой кустарник к реке. Я, как обычно, шла впереди и смотрела себе под ноги, как вдруг, подняв глаза, увидела сбоку два носорожьих рога, которые палками торчали из кустов. Носорогу потребовалось всего секунда, чтобы развернуться, но она дала мне возможность обратиться в бегство, однако на узкой тропинке тяжелый зверь выиграл в скорости и уже нагонял меня, когда я чуть не сшибла с ног локаля с лихорадочной быстротой заряжавшего винтовку. В мгновение ока он выстрелил в воздух, носорог шарахнулся, а потом принялся крутиться на месте, словно расходуя оставшийся завод. Воспользовавшись моментом, мы выбежали на открытое место и оказались в безопасности. Не успев отдышаться, мы стали хохотать. Локаль, заикаясь от возбуждения, разразился потоком слов. Я вел себя как мужчина, а что было бы, если бы я не стрелял? Я думаю, вас бы он сразу убил, вы были ближе, а второго носорога вы видали? Он бежал следом за первым, пока я не выстрелил. Я была очень благодарна Локалю и похвалила его за храбрость и присутствие духа. На обратном пути он обнаружил стадо слонов и показал мне трех маленьких шланят, спрятанных в сером кустарнике. Без него я бы их ни за что не заметил. Он знал, что я боюсь слонов и попытался ободрить меня, уверяя, что эти великаны совсем не такие опасные, а вот носороги это да, от них у него всегда поджилки трясутся. Только теперь я поняла, почему он так гордился своим поведением при встрече с носорогами и набралась терпения, чтобы выслушать все вариации на эту тему до самого лагеря. Но, рассказывав, ему хватило не на один день. Наступил сухой сезон и в заповеднике появилось множество туристов, которые заглядывали иногда и в мой лагерь, несмотря на счеты с объявлениями. Конечно, я понимал, что им интересно посмотреть на пипку, но ведь моя главная задача помочь и возвратиться к дикой жизни, и поэтому мне не хотелось показывать ее чужим людям. В последнее время она все неохотнее позволяла мне дотрагиваться до себя и удалять клещей. Это было особенно заметно, когда поблизости находился самец, а потом она и вовсе скрылась от нас, и мы видели только ее. Вот уже несколько дней она не появлялась. Весь вечер я прислушивалась, не раздастся ли знакомое мурлыканье, но все было тихо, даже слишком тихо. Через пять дней она наконец появилась, сытая и здоровая, ласково потерлась об меня головой и растянулась на земле, громко мурлыкая. Она казалась очень счастливой. Я понимала, что она мне рассказывает, как ей теперь хорошо, но что меня она тоже не забывает и рада провести со мной часок другой. Поглаживая ее, я провела рукой по набухшим соскам, но ей это не понравилось. К моему удивлению, сосков оказалось целых тринадцать, почему-то нечетное число. Потом Пиппа устроилась возле моей постели, и мы уснули под глухое кухонье совы. На следующий день я пекла именинный пирог Джорджу. Ума не приложу, как это африканцы ухитряются готовить на трех камнях. В лагере других печек нет. Я же вовсе не претендую на звание хорошей поварихи, даже в более цивилизованной обстановке, а потому и постаралась скрыть жалкие результаты своих усилий под толстым слоем крема, который я разукрасила вишнями, так что пирог, по крайней мере, хоть выглядел прилично. Пиппа весь день провела в лагере, наблюдая за моим необычным занятием. Когда стемнело, я поехала в Кенмер за козой для Пиппы. Там я встретила доктора Горжинника и его невестку, приехавших осмотреть заповедник, чтобы затем собрать средства на его содержание. Мне и прежде доводилось встречаться с доктором Горжинником, который занимался вопросами охраны дикой природы, и я пригласил его вместе со спутницей в гости. Вечер они провели в моем лагере. Пиппа лежала рядом с нами. Доктор Горжинник директор Франкфуртского зоопарка, поэтому его особенно заинтересовала жизнь Пиппы. Он просил сообщать ему все новости о том, как идет ее возвращение к жизни на свободе, и обязательно написать ему, когда появятся малыши. Он очень оживился, узнав, что директор заповедника недавно уехал в Южную Африку, чтобы привезти три пары белых носорогов. Мы надеялись, что они приживутся в заповеднике и будут размножаться. В Африке и в Азии количество носорогов угрожающе падает в основном потому, что препарат из их рогов считается в Азии возбуждающим средством. И хотя на самом деле он состоит из того же вещества, что и волосы, незаконная торговля этим ценным трофеем процветает и ставит под угрозу существование носорогов. Из двух африканских видов в Кении встречается только черный носорог. А белые носороги сохранились теперь лишь в Южной Африке. Кстати, это название чистое недоразумение, потому что цвет у всех носорогов одинаковый. Белый это искаженное сокращение названия широкогубый носорог. вайд, белый по произношению напоминает слово вайд широкой. На следующее утро я повезла Горжиников к Джорджу не только за тем, чтобы отпраздновать день его рождения, но и для того, чтобы обсудить его работу со львами. Доктор Горжиник очень ею заинтересовался, так как сам положил начало исследованиям поведения животных в национальном парке Серенгечи в Танзании и продолжал их поддерживать за счет благотворительности. Все утро мы проговорили на интересные и очень важные для всех темы. Перед отъездом я показал им несколько уголков заповедника, которые произвели должное впечатление и нам была обещана помощь. Это было очень кстати, так как немного облегчило бы наше финансовое положение. До сих пор на содержание заповедника шли в основном гонорары за книгу об Эльсе. Когда я возвратила с влаги, Питпа подбежала ко мне с явным намерением поиграть. Но я чувствовала, что заболеваю, измерила температуру 40 градусов. Так и есть очередной приступ проклятой малярии. Он вывел меня из строя на несколько дней. Как-то ночью я услышал очень близко сопение и храп двух крупных животных. Я позвала локаля, и он сказал, что это пара носорогов. Когда они подошли очень близко, он выстрелил в воздух, но они и ухом не повели, и нам пришлось еще целый час слушать пыхтения и треск сучьих. Утром мы видели поле битвы ярдах в 60 от лагеря. Они там вытоптали траву и перепахали всю землю. Место им явно пришлось по вкусу, потому что на следующую ночь они опять пожаловали и подошли так близко, что были видны при свете наших фонариков. Мы светили им прямо в глаза и кричали и стреляли над их головами, а им хоть бы что. Они продолжали свою борьбу, а может быть любовную игру. То, что они дважды пришли на одно и то же место, заставило меня думать, что они справляют мне долгий месяц. Но как бы то ни было, обрадовалось, когда они убрались во своя сеть. Пиппа почти все эти дни не отходила от меня, покусывая мои руки и время от времени пытаясь выманить меня на прогулку. Теперь ее приходилось основательно кормить два раза в день, но если я не придерживала кость, на ней оставалось много недоеденного. Львы всегда придерживают добычу, чтобы получше обглодать ее, а гепарды грызут или отрывают большие куски, не помогая себе лапами. Пиппа недавно отыскала отличное логово, где можно было проводить день, на стыке высохшего русла мулики и нашей речки, недалеко от лагеря. Кусты затеняли ее и защищали с трех сторон, оставляя только узкой лас к воде. Она очень старательно скрывала свое убежище, и я решила, что оно выбрано для будущей детской. Она норовила спрятаться, неохотно двигалась, злилась, когда я дотрагивалась до ее живота и очень много ела. Все это явно говорило о беременности, которая, по моим подсчетам, длилась уже полтора месяца. Хотя она и держалась поблизости от лагеря, но ухитрялась очень ловко скрываться от нас и избегала нашего общества, изо всех сил стараясь нас провести. Я впервые почувствовала себя исключенной из ее мира и держалась в стороне, раз ей так хотелось. 25 февраля я впервые уловила движение у нее в животе. В этот день я получила приглашение киностудии Columbia Pictures на международную премьеру фильма «Рожденная свободной», которая должна была состояться в Лондоне 14 марта. Я была бы счастлива принять это приглашение, но мне не хотелось оставлять Пиппу как раз в то время, когда она должна была родить. И я решила уехать, только если у Пиппы все будет в порядке до самого последнего дня моего пребывания в лагере. Представяло только попросить помощника Джорджа переехать ко мне, чтобы приглядывать за Пиппой в мое отсутствие. Хотя она его хорошо знала и была с ним дружна, надо было дать ей время привыкнуть к нему. День его приезда совпал с первым ливнем. Пиппа где-то гуляла, а вернувшись на следующее утро, не обратила внимания на новую палатку и приветливо обнюхала помощника. Она давно считала его своим человеком, и я поняла, что с ним ее вполне можно оставить, и пора вылетать в Лондон. Мы договорились, что он пришлет мне телеграмму, когда появятся малыши, и напишет подробный отчет обо всех событиях. В Лондоне меня сразу же захлестнул водоворот бурной деятельности. Надо было приготовиться к путешествию в Соединенные Штаты Америки. Меня попросили присутствовать на тамошних премьерах, которые начнутся через несколько дней после показа в Лондоне. Когда настал день премьеры, все, кто делал фильм, ужасно волновались. Фильм имел потрясающий успех, но для меня это было больше, чем успех. Это было настоящее торжество, посвященное памяти Эльсы. Разве я знала, что в это самое время, где-то в глубине зарослей в тени, совсем одна Пеппа произвела на свет трех гепардов, рожденных на свободе. Это был венец всего, что для меня означали слова «рожденная свободной». Я не получала никаких известий, кроме телеграммы от 13 марта. Ничего нового, Пеппа здорово. В это время в своем дневнике помощник регистрировал ежедневные приходы Пеппы. 13 она появилась на рассвете, съела огромное количество мяса зебры. Она его любила больше всего, и, несмотря на свою беременность, была очень игрива. Она пробыла в лагере два часа, а потом перешла за реку к термитнику, на котором часто отдыхала. К обеду она опять вернулась поесть, но трогать себя не позволила. К этому времени уже было ясно, что она вот-вот окатится. Она ходила с трудом, ее влагалище расширилось, и по движениям в животе мой помощник определил, что детеныши появятся вечером или на следующее утро. Около семи часов вечера Пеппа перешла за реку, но было уже слишком темно, чтобы идти за ней следом. Шесть дней она не приходила. Он подолгу искал ее, но найти не мог. Видел только ее супруга возле реки. Вечером двадцатого Пеппа вернулась. Выглядела она уже нормально, только похудела и была очень голодна. Она съела козу почти целиком, а потом с удовольствием поиграла с помощником, причем он заметил, что из двенадцати сысков малыши сосали, а тринадцатый усох. Полчаса пробыла она в лагере, а потом перешла через дорогу и углубилась в густой кустарник. Она часто уходила туда еще до моего отъезда в Лондон. Помощник и локаль попытались пойти за ней, но она явно этого не хотела. Она уселась на месте, как вкопанная, и не пошевелилась, пока они не повернули назад. Мгновение, и ее уже и след простыл. Целый день она не приходила, но помощник видел, как ее супруг прошел туда, где она, по его мнению, скрывала малышей. На следующий день она вышла из тех же кустов, где исчезла накануне, наелась до отвала, проверила, не идут ли за ней, и снова ушла в заросли. 22 марта я получила известие, что у Пиппы малыши, возможно, трое. Я собиралась в этот вечер лететь в Австрию, но вернула билет и попала на вечерний рейс в Найроби. На утро я сразу же заказала маленький самолет, и сбросив по дороге записку в лагерь Джорджа, уже к ленчу была в своем лагере. В Найроби на аэродоме было довольно сыро, но здесь, очевидно, шли очень сильные ливни, и я застала своих помощников за починкой повреждений в размытом лагере. У меня оставалось только три дня до вылета в Соединенные Штаты Америки, и я даже не надеялась увидеть малышей, но мне хотелось повидать Пиппу. Прошел весь первый день, а она не появлялась. От грустных мыслей меня отвлек приезд Джорджа, и я стала пересказывать ему лондонские новости. Он тоже оживился, но его очень беспокоил бедняга Угас, у него опять распух и воспалился глаз. Весь вечер мы обсуждали последние события во всех подробностях. Хотя помощник и пытался меня убедить, что стыд и все в порядке, я провела ночь без сна, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. На рассвете она наконец появилась, но прошла мимо меня прямо к приготовленному для нее мясу буйвола. Она торопливо глотала еду, а я сидела рядом и чувствовала себя счастливой. Приятно было видеть, что она здорова и явно спешит поскорее вернуться к малышам. Как только она наелась и хорошенько напилась у реки, мы пошли к дороге. Там Пеппа села, громко мурлыкая, и пока я ее гладила, лизало мне руки и лицо, все время внимательно следя за дорогой, не идет ли кто за нами. Потом мы пошли дальше, и полчаса продирались сквозь густой кустарник, причем Пеппа трижды останавливалась и ждала меня, пока я вынимала колючки из своих сандалей. Наконец мы вышли на поляну. Посреди рос большой куст медоносной акации, которую называют еще погоди немного. Ее загнутые назад шипы так злодейски впиваются в одежду и кожу, что поневоле остановишься. Внезапно мне показалось, что где-то треснул сучок. Мы остановились и прислушались. Звук повторился. Пеппа мгновенно оказалась около куста, но подождала меня, а потом скрылась в густой листве. И вот тогда в самой середине куста на площадке около девяти ярдов в диаметре. Я увидела трех малышей. Поближе к ним земля была очищена от больших сучьев, и несколько вмятин в песке показывали, где расположилось семейство. Пеппа уже проползла под ветвями и легла между мной и детьми. Крохотные детеныши сидели, опираясь на дрожащие передние лапки. Увидев меня, они стали ворчать, шипеть и издавать тот самый звук, который я приняла за треск сучка. Один малыш казался мельче остальных, но все они были очень подвижны для своих десяти дней, и глазки у них уже открылись. Они были гораздо крупнее, чем тага в четырнадцать дней, двенадцати дюймов в длину, но она в то время уже почти свободно ходила, а они только и могли, чтобы приподниматься на передних лапках и пытаться ползти. Верхняя часть тела от хвоста до лба у них была покрыта густым серым мехом, но глаза и мордочка оставались открытыми, а нижняя часть была совсем гладкая, гораздо темнее, чем у пиппы, и вся густо усеяна пятнами. Граница между длинным мехом и гладкой шерстью была хорошо заметна. Через несколько минут они утихли, и пиппа легла так, чтобы им было удобно сосать. Малыши неуклюже полезли к соскам, и самый большой растолкал остальных, но в конце концов все сосредоточенно зачмокали. Вдруг огромная многоножка толщиной с мой большой палец выползла из куста и направилась к малышам. Пиппа тут же вскочила и зашипела на непрошенную гостью, но вскоре успокоилась и только следила за многоножкой, извивавшейся среди детенышей. На прощание насекомое проползло у пиппы под хвостом. Спокойствие пиппы меня очень удивило. Укус многоножки вызывает сильное раздражение кожи, но, по-видимому, они, так же, как и муравьи, не трогают гепардов. Все это время котята удовлетворенно мурлыкали, и это удивительно нежное мурлыкание было гораздо звонче, чем у пиппы. Целый час я наблюдала за ними. Они часто переставали сосать и начинали переползать, а пиппа вылизывала их с головы до хвостика, пока наконец они не задремали. Я никогда прежде не видела у нее такой нежности в глазах. Когда же она взглянула на меня, я почувствовала, что наши отношения не изменились, хотя теперь она стала матерью деких гепардов. Я тихонько отошла, раздумывая о том, здесь ли пиппа окатилась, или где-нибудь в другом месте. У двух соседних кустов следов не было, но в одном из них я с ужасом увидела огромную серую кобру. Мне нечем было убить ее, и оставалось только надеяться, что она не нападет на гепардов. Следующие кусты были ярдах в трехстах, слишком далеко, чтобы пиппа стала перетаскивать оттуда новорожденных. Поэтому я решила, что они родились на том месте, где лежали и сейчас. Это было очень удачное убежище, позволяющее пиппе заметить опасность издалека. Единственным его недостатком была удаленность от реки, но в прибрежных кустах малышей беспокоили бы многочисленные животные, идущие на водопой, да и поднявшаяся в период дождей вода постоянно угрожала бы их жизни. Пиппа ходила к своему логову очень запутанным путем, а по прямой от лагеря сюда было не больше десяти минут ходу. На следующий день она не появилась. Я волновалась из-за кобры и к вечеру пошла вместе с помощником и локалем по звериной тропе, которая вела к логову напрямик. Мы молча прошли полпути, как вдруг появилась Пиппа и загородила нам дорогу, очень недвусмысленно давая понять, что дальше идти не стоит. Я попросила мужчин уйти и стояла возле нее, пока они не скрылись из виду. видимо Пиппа хотела утаить короткий путь к своему логову. Досыто наевшись, она опять повела меня тем же длинным путем, что и в прошлый раз. Мы прошли примерно 400 ярдов, как вдруг она прыгнула в заросли и исчезла. Я поняла намек и возвратилась в лагерь. На следующее утро Пиппа опять не появилась в лагере и я, понимая ее вчерашнее поведение, не очень-то хотела тревожить ее в убежище. Но это был последний день перед моим отъездом и поэтому во второй половине дня я отправилась одна навещать семейство. Недалеко от логова я несколько раз негромко позвала Пиппу и, подойдя к кусту, увидела, что она лежит, а рядом спят малыши. Она спокойно смотрела, как я, присев возле куста, фотографировала семейство. Немного погодя, котята проснулись и, стараясь переползти к Пиппе, долго кувыркались друг через друга, устроив кучу малу из лапок, хвостов и толстых животиков. Она ласково вылизывала их, а они отвечали тоненьким мурлой к ним. На ногах они держались уже более уверенно и даже пытались проползать между ветками. Я пробыла с ними полтора часа, и Пиппа дважды за это время уходила посидеть в тени того куста, где я видела кобру, а детей оставляла на мое попечение. Само собой, я не пыталась даже войти в логово, не только что прикоснуться к маленьким гепардам. Когда я через некоторое время подошла к Пиппе, она забрала в пасть мою руку, лизнула меня несколько раз, и вообще оказалась такой же счастливой, как и я. Немного погодя, она вернулась к малышам и легла, чтобы накормить их, но только один из них лениво пососал, а потом присоединился к остальным, и они играли и ползали по своей маме, пока их не смазил сон. Унезапно Пиппа насторожила, она села, прислушалась и скачками понеслась через высокую траву. Вскоре она скрылась в зарослях. Я поняла по ее поведению, что она почуяла своего супруга. Сталкиваться с ним мне не хотелось, поэтому я пошла домой. Глава десятая У Пиппы снова роман. Стояла духота и тяжелые серые тучи угрожающих громоздили на горизонте. Я очень надеялась, что погода не помешает мне улететь. На следующее утро за мной должны были прислать самолет, чтобы доставить меня в Найроби, а оттуда мне нужно было лететь через Лондон в Соединенные Штаты Америки. Но уже с вечера начался такой поток, что к утру все мои надежды пошли прахом, или вернее были унесены потоками воды. Приготовившись к тяжелой дороге, мы с помощником выехали на Лендрове. Немало нам пришлось повозиться в грязи, прежде чем мы добрались до посадочной площадки у скалы Леопарда. На ее месте было озеро. Мы позвонили в Найроби и попросили перенести заказ на более поздний срок. Нам ответили, что аэропорт в Найроби тоже затоплен и все международные рейсы отложены. Снова наш верный Лендровер стал пробиваться сквозь грязь, скользя и креня на скверной дороге. Только поздно вечером мы добрались до Найроби, и я едва успела попасть на самолет, вылетавший ночью в Лондон. И тут мне, наконец, повезло. Я совсем забыла, что в этот день все рейсы переходили на летнее расписание, и лишний час, который я при этом выиграла, позволил мне успеть самолет на Вашингтон. Дальше полетели недели постоянных переездов, интервью, приемов, банкетов, выступлений по радио и телевидению, как все это было не похоже на мир, где осталась Пиппа. Я очень волновалась за нее и за малышей, но меня успокаивали письма помощника. Он писал, что все идет прекрасно, и я могу спокойно продолжать свое путешествие, в случае чего он вызовет меня телеграммой. И я странствовала целый месяц. Пересекла с востока на запад Соединенные Штаты и вернулась в Кению через Австрию, Федеративную Республику Германии и Швейцарию. Все это было связано с рекламой компании и фильма «Рожденная Свободной». Печально встретил меня наш лагерь. О малышах никто ничего не знал. Сама Пиппа появилась возле скалы Леопарда, но ее оттуда прогнали и несколько дней она держалась около лагеря, однако вот уже три дня ее никто не видел. Я тотчас же отправилась искать ее, но так не смогла найти следов и вернулась ни с чем. В лагере Джордра меня ожидало еще большее огорчение. Бедный Угас потерял глаз. Когда у него уже почти прошли обе язвы и роговица стала прозрачной, его угораздило налететь на острый шип, который повредил сетчатку. Угас чуть не обезумел от страшной боли, и наши друзья Харперны срочно удалили безнадежно поврежденный глаз. Операцию сделали всего несколько дней назад, и швы очень беспокоили Угаса. Он не мог найти себе место, и, стараясь почесать зудящий глаз, а что-нибудь твердое, два дня назад сломал загородку и вырвался из своего вольера. Необходимо было как можно скорее поймать его, пока он не навредил себе еще больше. Мы помогли Джорджу починить вольер, и мясом заманили туда Угаса. В свой лагерь я вернулась уже на закате. Там меня ждал егерь с сообщением, что Пиппу видели возле Тенмерлоджа. Это было самое неподходящее для нее место. И я, немежкая, поехала туда, купив по дороге цыпленка, чтобы заманить ее в лендровер. Звать ее мне пришлось недолго. Она вышла из зарослей. В сумерках она казалась маленькой и растерянной. Все время беспокойно оглядываясь назад, она словно не знала, как ей быть. Что же случилось с ее детьми? Вдруг она замурлыкала, лизнула мне руку и прыгнула в машину. На цыпленка она не обратила никакого внимания, не сводила тревожного взгляда с кустарника и, наконец, выскочила в окно и исчезла. Я положила цыпленка на траву и стала ждать. Уже почти стемнело, когда мне удалось разглядеть, как Пиппа снова вышла из кустов и быстро утащила еду. Больше ничего не было видно, и оставалось надеяться, что она понесла цыпленка малышам. Я взяла козу из нашего кенмерского стада и поехала домой, надеясь, что утром Пиппа вернется в лагерь. Она явилась на расцвете, когда мужчины еще не успели забить козу, повалила ее на землю и очень умело разделалась с ней. Сомкнула челюсти на ее морде, так что она задохнулась. Когда Пиппа съела почти всю козу, я пощупала ее соски. Молока в них не было. В тот день малышам исполнялось семь недель. Смогут ли они жить без молока? Все утро Пиппа пробыла в лагере, мурлыкая и облизывая меня. Обычно я очень радовала с этим проявлением любви, но на этот раз они меня тревожили. Почему она не возвращается к малышам? Наконец она пошла вдоль реки, и мы с Локалем последовали за ней, но она очень ясно дала понять, что Локаль ей неприятен. К сожалению, он должен был сопровождать меня, потому что иногда выстрелы в воздух спасали от серьезной опасности. Можно наткнуться на спящего зверя или на мать с детенышами, и животное, не зная, куда деваться или стремя защитить детей, часто нападает все таки кустами, правда, на некотором расстоянии, старательно прячась за прибрежными кустами. Пиппа, наконец, успокоилась, даже усела, и я играла с ней, пока ей не вздумалось напиться. Тут она и обнаружила Локаля. В другое время она бы подбежала к нему, приласкалась, но сейчас зарычала, явно недовольная тем, что он оказался так близко. Перейдя реку, она пропала в зарослях. Я терялась в догадках. Если малыши еще здесь, она вряд ли бросила бы их на такое долгое время. А если они погибли, почему она так опасается Локаля? я попросила его остаться в моем лагере и показать мне те места, где Пиппа прятала своих малышей. Но напрасно мы брали ее в длинные прогулки по местам, где, как уверял Локаль, могло быть ее семейство. Она всегда возвращалась с нами домой. Трижды мы видели след молодого гепарда вместе со взрослым, и я стала надеяться, что это уцелевший котенок с самцом. Но Пиппа всем своим поведением показывала, что она окончательно бросила свой выводок. Пришлось привыкать к мысли, что бедные малыши погибли. Несколько дней Пиппа не отходила от меня и была гораздо ласковее, чем обычно. Можно было подумать, что она и меня боится потерять. Как раз в это время мой помощник отпросился на два дня в Найроби и больше не вернулся. Потом он совсем уехал из Кении. Его заменил молодой индиец Аран Шарма. Пиппа и Аран были давно знакомы, даже дружны, и он, приезжая к нам, никогда не пропускал случая укрепить эту дружбу. Вскоре мы опять увидели след самца гепарда на равнине возле Кенмера, и, судя по частым отлучкам Пиппы, решили, что это ее друг. Мы, конечно, попытались выследить ее, но она редко попадалась нам на глаза. Зато рядом с ее следом мы всегда находили след этого самца. Заходя в лагерь после очередного загула, она далеко не всегда брала мясо, которое я ей предлагала. Похоже, было, что она забегала сказать привет, неужто она снова влюблена. И, правда, завести новых детей было бы для нее лучше всего. Судя по всему, Пиппа не теряла времени даром. Скоро стало совершенно ясно, что она опять беременна. на одной из прогулок мы наткнулись на гадюку, убитую медоедом. Судя по следам борьбы, даже этому энергичному и бесстрашному зверьку пришлось нелегко, пока он не расправился с ядовитой змеей. Он прокусил гадюки шею позади головы, распотрошил ее и съел внутренности, а остальную не тронул. Это был один из редчайших случаев, когда я видела, что млекопитающая съела змею, да еще гадюку. После смертельно опасной мамбы я считаю гадюку самой опасной из африканских змей. Ну, а я должна сказать, что всеобщий ужас перед змеями безусловно преувеличен. По статистике из всех укушенных змеями людей в Восточной Африке ебнет всего один процент. За все тридцать лет, которые я провела в Кении, по большей части в пеших сафари и в легких шандалиях на бусу-ногу, у нас была всего одна потеря от укуса змеи, и то это был мул. Змей я не люблю и стараюсь держаться от них подальше или убивать их, если это необходимо, но считаю, что мы, люди, вполне заблаговременно предупреждаем змей о своем приближении. Они слышат шум, чуют наш запах и, как правило, стараются убраться с дороги. А ленивая гадюка слишком инертна, чтобы спасаться бегством, и если на нее нечаянно набредешь в густой траве, разит, как молния. Пеппа всегда помнила о змеях и часто узнавала о них каким-то непонятным мне образом, потому что никогда не попадала в беду, хотя все время вынюхивала что-то в траве. Примерно в это время меня пригласили на встречу с правлением парка Неру и чиновниками департамента по охране диких животных и управления национальных парков, в котором принимали участие члены комитета Эльсы и директор парка. Речь шла о будущем заповедника Меру. До сих пор правление Меру делало все возможное для его развития, но не хватало средств, да и опыта было маловато, и парк все еще считался на последнем месте в стране. Мы надеялись, что положение исправится, если правление согласится передать заповедник в ведение управления национальных парков. Председательствовал на собрании недавно назначенный директор управления Пэрис Пэрис Олиндо, которого я встречала несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки в Ничиганском университете, где он учился. Уже тогда мне очень нравилась его искренность. Пэрис принадлежит к племени Мараголии, и его живой ум и сообразительность чрезвычайно помогли нам всем убедить правление в пользе перемены. Хотя пришлось разрешить несколько довольно кавержных вопросов, собрание в общем закончилось нашей победой. Конечно, на разные формальности уйдет несколько месяцев, но пока что все мы были довольны, а я чувствовала себя просто счастливой. Фонд Эльсы поддерживал заповедник уже три года, и на этом собрании мы постановили продолжать помощь еще два года. Но теперь мы были убеждены, что этот чудесный парк вскоре не только сможет сравниться с другими национальными парками, но и станет лучшим в пении, а благодаря своим водным ресурсам и экологическому разнообразию будет настоящей приманкой для туристов. Моя радость объяснялась еще и тем, что у скалы леопарда появилась пиппа. Она пропадала десять дней, если не считать короткого юзита в лагерь шесть дней назад, и была голодна, но выглядела отлично. Несомненно, ее кормил самец, или же она сама научилась охотиться. Она с готовностью прыгнула ко мне в машину, и мы поехали домой. Там она плотно пообедала, а потом стала обнюхивать все знакомые места. Казалось, она вне себя от радости, что мы снова вместе. Все время лизала мне руки и мурлыкала нежно и ласково. Но как только стемнело, пиппа исчезла, а Егич сообщил, что видел большого темного гепарда возле Кенмера. Было уже первое июня, и я попыталась вычислить, когда ожидать нового вывозка. Пиппа часто убегала к своему другу, так что определить время зачатия было довольно трудно, но у меня получалось, что она должна родить где-то в середине августа. Поэтому я очень огорчилась, когда директор парка заявил, что забирает локали на несколько месяцев для выполнения особого задания, заменяя его на это время Гаиту. И хотя мне очень хотелось, чтобы локаль был с нами, когда появятся малыши, делать было нечего. Оставалось только надеяться, что его преемник тоже полюбит Пиппу и станет ее другом. Гаиту оказался красивым малым из племени Тарака. Это племя живет на границе заповедника и славится браконьерством. Гаиту уверял меня, что он лишь изредка лаконится подвернувшимся птенчиком, хотя всю жизнь, не считая лет проведенных на войне в Индии, был браконьером. Он рассказал мне о своих приключениях и даже о том, как несколько лет назад, когда мы с Джорджем жили в лагере Эльсы, он следил за нами, стараясь не попадаться нам на глаза, чтобы Джордж не посадил его в тюрьму за браконьерство. Теперь же, по его словам, он совершенно исправился, женился и стал честным егерем. Впрочем, его темное прошлое пошло мне на пользу. Он оказался почти таким же прекрасным следопытом, как Лакаль. Первые три дня, когда Гаиту поселился в лагере, Пикпа приходила только поесть и недоверчиво обнюхивала его. Через четыре дня она как будто привыкла к Гаиту и на прогулке ему в первый раз удалось дотронуться до нее. Потом она повела нас в лесок возле Кенмера и села, ласково заигрывая с нами, даже лизала ноги Гаиту. Недалеко был каменистый откос, на котором росли высокие деревья. Под одним из них мы несколько раз видели следы друга Пикпы. Когда мы попытались подойти к этому дереву, Пикпа уселась у нас на пути, не глядя в нашу сторону. Нам стало ясно, что туда нас не приглашают. И мы пошли домой. Четыре дня она не появлялась. А после ее возвращения мы по следам узнали, что она пришла из того леска, где распростилась с нами в прошлый раз. Все последующие дни она оставалась в лагере только на время обеда, но постоянно держалась поближести. Иногда, правда, она приходила на вечерние прогулки, но большей частью мы гуляли без нее. Она уже совсем привыкла к Гаиту, и я была уверена, что она пропадает ниже него. Недалеко от нас, возле известнякового порога, поселились три молодых питона по восемь футов длиной. Они были очень красиво расцвечены и подолгу лежали, не двигаясь в мелкой воде, но молнии исчезали в камышах, стоило только нам подойти чересчур близко. Пипа старалась держаться от них подальше. Если нам нужно было перейти реку, она перемахивала с камня на камень, только бы не замочить лапы. Питоны так привыкли к нашим визитам, что оставались в этом месте до самых дождей. Когда река вышла из берегов, они куда-то пропали. Однажды вечером, когда мы собирались на прогулку, приехал один из наших друзей. Я пригласил его пройти с нами, но ничего хорошего из этого не вышло. Пипа как сквозь землю провалилась. Так что на будущее я приняла жесткое правило никакие гости не допускаются в лагерь, если Пипа поблизости. Как бы мне ни было скучно и одиноко. В свое время я обещала двум друзьям из Англии показать некоторые заповедники Восточной Африки. И так как они должны были скоро приехать, я тщательно составила план нашей поездки, чтобы вернуться к тому времени, когда ожидался второй помет Пиппы. Аран согласился присмотреть за Пиппой и лагерем во время моего отсутствия. Пиппа любила играть с ним, когда бывала в лагере, и я надеялась, что все будет в порядке. Мы договорились, что если что-нибудь случится, он свяжется со мной по радио. Во время нашего путешествия сигнала СОС не было, так что я смогла отсутствовать целых три недели, впервые за несколько лет, позволив себе отдохнуть. Но, как говорится, таксист весь отпуск катался на такси. Мне нужно было посмотреть, как идут дела в заповедниках. Мои друзья никогда не бывали в Восточной Африке, и я с интересом следила, какое потрясающее впечатление производили на гостей великолепные пейзажи и дикие животные на свободе. Но я все больше начинал осознавать трудности, ожидающие нас с увеличением числа туристов. Конечно, мы радовались, что все больше и больше людей приезжают посмотреть на диких животных. Да и доходы от туризма очень нужны. Но как сохранить в целости ту атмосферу Африки, ради которой, собственно, и стремятся сюда все эти люди? Я имею в виду ту полную жизни тишину зарослей, которую только изредка нарушают шорохи или голоса диких зверей. Но стоит седокам одной машины заметить животное, как к этому месту несутся десятки других машин, и животное оказывается в кольце. Впрочем, оно давно уже привыкло считать этих безвредных четвероколесых уродов частью окружающего пейзажа. Как можно приветствовать этот неуклонно растущий потоп туристов и в то же время не дать им превратить партии в огромную помойную яму? Пока что с этим удается справляться, потому что в комфортабельной гостинице может остановиться не больше сотни гостей, пристанище подешевле, куда нужно ехать со своей провизией не так уж много, а мест для палаточного лагеря и совсем мало. А долго ли жгать того времени, когда туристы наводнят заповедники и те превратятся в зоопарки без решеток. Единственное, что может предотвратить это организация новых заповедников. Национальные партии Кении в настоящее время могут обеспечить сохранность только 50% существующих там видов. И хотя бы по этой причине совершенно необходимо увеличить их число. Я твердо решила, что средства из фонда Эльсы пойдут в первую очередь на создание новых парков. Каждый раз возвращаясь в свой лагерь, я все больше и больше радуюсь при виде нетронутой природы. Мне удивительно повезло, что я живу, конечно, ради пипы, в парке Меру, на этой пока еще девственной земле, которая ждет того времени, когда сможет сравняться с другими парками. Вскоре после моего возвращения в лагере появилась и пипа. Она громко мурлыкала, пока я чистила ее щеткой, ласково лизала мою руку, а потом схватила щетку и стала с ней играть. Соски у нее были очень тяжелые, живот тоже, а катиться она должна была не позже, чем через три недели. Мы пошли пройти, но скоро она отстала и исчезла. Аран сказал мне, что у нее теперь такая привычка, хотя она приходила в лагерь почти каждый день, но никогда не задерживалась, управившись со своей порцией мяса. Она безусловно была в прекрасном состоянии, и я горячо поблагодарила Арана за то, что он о ней так хорошо заботился. Пока меня не было, он однажды встретил Пиппу с ее другом и шел за ними некоторое время, видел, как она гнала за буйволом, а другой раз за шакалом. Он часто находил ее след вместе со следом самца возле речки Мулики. Дважды эти следы приводили к тому дереву, где она родила первых малышей, но в последнее время все чаще в лесок на полпути от лагеря к Кенмеру. Там же встречались и следы самца. Два дня Пиппа не показывала. Вернулась она как раз в то время, когда Гаиту нашел возле Кенмера отпечатки лап ее друга. После основательной трапезы она пошла вниз по реке прямо на двух слонов. Я подумала, что она это делает нарочно, с расчетом, что слоны помешают мне пойти за ней, и вышла попозже, но нашла ее на том же месте. Она охотно пошла гулять, привела меня к лесочку возле Кенмера, а там почти сразу же удрала. Я не очень удивилась. Вся земля была покрыта свежими следами самца. Меня даже позабавили ее уловки. Она кралась в высокой траве, почти доставая брюхом до земли, и мгновенно испарилась, когда заметила, что я ее вижу. С этого времени мне стало ясно, что она мирится с нашим присутствием только потому, что мы ее кормим. Она почти не позволяла мне прикасаться к ней. Иногда затаившись, она ждала, пока мы уйдем искать ее, а потом быстро пробиралась в лагерь и успевала поесть до нашего возвращения. Ей было уже трудно двигаться. Она никогда не уходила далеко от лагеря, а однажды появление льва заставило ее даже провести несколько дней с нами. Я заметила в ее экспериментах членики ленточного глиста, возможно, этим и объяснялся ее чудовищный аппетит. Не очень-то мне хотелось гнать глистов, пока она была на сносях, но они могли ей повредить, и я написала ветеринару, чтобы он порекомендовал лекарство, безопасное для кормящей матери. Тем временем я кормила ее до отвала. Она снова ушла на два дня, судя по следам, на равнину за лесом. Это место, видимо, казалось ей достаточно безопасным, и она часто там бывала. 17 августа Пеппа явилась в лагерь в 7 часов утра, съела сытный завтрак и ушла через дорогу на равнину. Немного погодя, мы увидели ее совершенно в другой стороне, ниже по реке, на стволе дерева. Часов в 5 она подошла к лагерю и осталась сидеть на термитнике, следя за нами, а как только мы подошли поближе, убежала. Но она, должно быть, была голодна, потому что вернулась в лагерь вместе с нами. Шла она на некотором расстоянии и была очень раздражена. Я попыталась заговорить с ней и услышала в ответ рычание. Тогда мы решили оставить ее в покое. Ночью к моей палатке совсем близко подошел слон. Я включила фонарь и он совершенно бесшумно исчез. утром я нашла жалкие обломки щита с объявлением «Экспериментальный лагерь, вход воспрещен». Как будто мне хотели напомнить, кто здесь на самом деле распоряжается всеми входами и выходами. Мы пошли по следу Пиппы. Он вместе со следами ее друга вел в лесок. Почва здесь была каменистая и следы потерялись. Мы их так и не нашли. Прошло еще несколько дней, а мы все никак не могли разыскать следы. Я стала волноваться и поехала к Джорджу просить его помочь нам найти Пиппу. Он напомнил мне, что после первых родов Пиппа не приходила восемь дней, а сейчас прошло только четыре. Потом он показал мне телеграмму из Лондона. Нас обоих просили приехать в Найлоге, чтобы встретить председателя комитета Эльсы и обсудить по телефону какой-то важный контракт. Мы должны были сообщить наше решение в Лондон не позже 23-го, а сегодня уже 21-е. А так как мое присутствие было совершенно необходимо, то мы решили, что Джордж заедет за мной завтра пораньше и если нам повезет, мы вернемся в лагерь в тот же день, хотя дорога туда и обратно должна занять не менее 14-ти часов. Чтобы успокоить свою совесть, я вместе с Гаиду на рассвете пошла искать Пиппу. Не успев далеко уйти, мы встретили грузовик, ехавший из Кенмера. Шофер сказал, что вдоль дороги к нашему лагерю идет Пиппа. Я оставила Гаиду встретить ее, а сама быстро села в машину, съездила за мясом и приехала как раз тогда, когда она появилась. Она казалась очень тощей и маленькой. Я гладила ее, а сама все время беспокоилась о малышах. Тут Пиппа довольно бесцеремонно показала мне, что хочет есть и ей не до нежности. Несчастью, мясо было не свежее и она его не тронула. Не захотела она и прыгнуть в машину. Поэтому я поехала одна, чтобы приготовить для нее еду, когда она с Гаиду придет в лагерь. Но как только я уехала, Пиппа пошла к реке напиться, а потом вернулась в лесок по своему следу. Гаиду рассказал мне об этом, когда приехал Джордж. Мы отложили на несколько часов выезд в Найроби и пошли искать Пиппу. Джордж отличный следопыт, и мы втроем просмотрели каждый камешек, каждую сломанную ветку или листок, прочесали дюйм за дюймом всю местность, где должна была скрываться Пиппа, повторяли ее имя, пока не охрипли, и все напрасно. Так и не найдя ее след, мы прекратили поиски. Глава одиннадцатая Второй помет Мы вернулись из Найроби на следующий день к вечеру. Гариту рассказал, что Пиппа вскоре после нашего отъезда приходила в лагерь, съела чуть ли не целую козу и ушла. Он попытался идти за ней, но она уселась прямо перед ним и пришлось оставить ее в покое. Утром он пошел по следу, который привел его за лесок, но Пиппы там он не увидел. Вечерние поиски тоже оказались безрезультатными, хотя на следующий день около пяти часов вечера Пиппа появилась снова. Вольно было смотреть на нее, так она отощала. Но меня удивило другое. Несмотря на мои уговоры, она почти ничего не ела. Очень скоро она ушла обратно в заросли. Я двинулась было за ней, следом Гариту с моей камерой. Пиппа как будто ждала этого. Повела нас по прямой примерно мили-две к тому самому месту, где мы искали ее перед отъездом в Найроге. Она осторожно подошла к кусту терновника, прислушалась, замерла, потом обошла его кругом, осмотрелась несколько раз и только тогда проскользнула в густую листву. Тут-то я увидела четырех малышей. Крошечные, с еще неоткрытыми глазками, они неуверенно поползли к соскам, им, по-видимому, было не больше пяти дней от роду. Один был особенно маленький и жалкий. Он и двигаться-то почти не мог, и проспал почти все время, пока остальные сосали. Я стояла в двух ярдах от семейства. Пиппа посмотрела на меня, счастливая и довольная собой, но она удручающе похудела, должно быть, из-за глистов, и мне не верилось, что она сможет выкормить четверых малышей. Как ей помочь? Надо, по крайней мере, приносить сюда воду и мясо, это избавит ее от длинных переходов в жару. До лагеря было четыре мили. Кроме того, ей не придется оставлять своих беззащитных детей. Только сумерки оторвали нас от семейства Пиппы и прогнали домой. Я долго не могла заснуть в этот вечер и, не зажигая света, глядела на звезды, которые становились все крупнее и ярче. Какой удивительный сегодня день, когда Пиппа привела меня к своему первому выводку, к десятидневным малышам я была поражена, а теперь меня глубоко тронуло ее доверие, ведь она показала мне слепых, беззащитных детенышей. Это было событие огромной важности. Дело в том, что все животные в свои первые дни, недели или месяцы, это зависит от вида, совсем не проявляют интеллекта. Они только едят, переваривают пищу и спят. Любой, кто завладеет маленьким существом в этом беспомощном возрасте, особенно до того, как у него откроются глаза, автоматически будет принят, как один из родителей. Вот почему новорожденные животные так легко приручаются. И то, что Пиппа, сдержанная и скрытная, доверила мне своих малышей, пока они были еще слепыми, укрепило мое решение бороться за их жизнь на свободе. Эльса и Пиппа проявили ко мне такое доверие и любовь, что для меня открылся новый мир, недоступный большинству людей. И чем больше я жила в этом мире, тем яснее для меня становилось, как опрометчиво мы отгораживаемся от дикой природы. Как много людей окончательно позабыло, что все мы только частицы необъятного мира, и нам принадлежит лишь малая его доля. Страшно подумать, что человек старается обойти вечные законы природы вместо того, чтобы приспособиться к ним. Человек самое высоко развитое и разумное существо на земле, и при этом единственное, которое варварски нарушает равновесие в природе только ради собственного благополучия. природы. Хотя научные исследования ясно показали, что все живое на земле экологически связано, то есть существует тесная взаимосвязь живых организмов, это не мешает метать с лица земли все, что нам кажется лишним или неудобным. Быть может, мы тем самым подписываем свой смертный приговор. но как разрешить проблему, которая становится все более насущной? Нам все время нужно помнить, что многие виды животных прожили на земле гораздо дольше, чем проживем мы, если будем продолжать упорно отрекаться от родства с другими живыми существами. Как ни странно, но может быть само существование человека зависит от того, насколько быстро мы сумеем снова войти в контакт с дикой природой, чтобы отыскать неприходящие ценности и глубокие корни нашего бытия. Эльса и Пиппа уже помогли нам хоть немного понять истинный характер диких животных и познакомиться с их привычками. Чтобы облегчить жизнь Пиппы, мы с Гаиту выехали утром из лагеря, нагрузившись корзиной с мясом и бидоном с водой. Я взяла еще фотоаппарат, кинокамеру и бинокль. Мы проехали всего милю, а потом пошли через кустарник прямо к тому месту, где вчера оставили Пиппу. Не доходя ярдов 300 до логова, я остановилась и осмотрела местность в бинокль, нет ли рядом самца. мне мне не хотелось мешать ему навещать свое семейство. Потом я окликнула Пиппу. Ответа не было. Я подошла поближе и снова позвала молчание. Оставив Гаиту с провизией ярдах в 50 позади, я тихо пошла к кустам и увидела, что Пиппа кормит малышей. Меня обрадовало, что самый маленький тоже захватил сосок и сосал так же жадно, как и другие. Примерно полчаса они толкали носишками мягкий материнский живот. Потом один за другим отвалились и уснули. А Пиппа перекатилась на другой бок. Тогда я показал ей мясо и она не очень охотно вышла из куста, при этом не раз оглянувшись на детей. Она была слишком измучена жаждой и есть не могла, но отказалась пройти 50 ярдов до того места, где я оставила воду. Мне пришлось подтащить воду поближе к кусту. Напившись, она стала есть, а я держала мясо на весу, чтобы на земле не оставалось запаха. Он мог привлечь хищников. По той же причине я подвесила корзинку с мясом на дерево, подобрала до мельчайшего кусочка все, что упало на землю и унесла с собой. Этот порядок я соблюдал неизменно. Я сделала несколько фотографий. Как только я попалась на глаза слепым котятам, трое подняли мне навстречу головы и зашипели. Лишь заморыш спал, как ни в чем не бывало. Просто непостижимо, как эти пушистые комочки бессознательной жизни, слепые, недавно появившиеся на свет, чувствовали приближение невидимой и неведомой им опасности. Они уже могли отличить запах чужого животного от запаха гепардов. Это значит, что обоняние развивается у них раньше зрения и является безусловно основным чувством у хищников. Малыши шипели и фыркали на меня. Наконец Пиппа легла рядом, подставив им соски и с мурлыканьем принялась нежно вылизывать их. Постепенно они успокоились, а мы тихонько отошли. К вечеру мы вернулись с новой порцией мяса. Пиппа слишком мало поела утром. Она оставила котят и попила воды, но к мясу не притронулась. За последние восемь дней она съела всего три четверти козьей туши. После этого она лишь голодала остатки. Не заболела ли она? Я держала мясо у нее перед носом, стараясь соблазнить ее, но это не помогло. Она вернулась к малышам и легла, чтобы покормить их. Эти крошки, несмотря на свой нежный возраст, отчаянно дрались, чтобы захватить лучший сосок. До самой темноты, когда мы собрались уходить домой, Пиппа не переменила позы. Мне оставалось только надеяться, что ее кормит отец малышей, и этим объясняется ее плохой аппетит. На следующее утро Гаиту вышел вперед, чтобы посмотреть, нет ли поблизости самца, а я поехала следом на машине. Это вошло у нас в привычку, потому что мы не хотели беспокоить семейство, когда находили свежие следы самца, ведущие к логову. Джордж прислал мясо зебры. Я знала, что Пиппа очень его любит и надеялась, что она хорошенько поест. Но она почти не тронула мясо и даже пить не стала. Мы пробыли там час, и все это время Пиппа вылизывала младенцев. Они уже более уверенно ползали, но самый маленький не сосал. Вернулись мы вечером. Пиппа опять возилась с малышами. Только когда они отвалились от сосков, она подошла к нам и не отрывалась от воды целую вечность. А потом по-настоящему поела и стала прогуливаться у своего куста, внимательно осматривая все вокруг. Я пошла рядом, и она несколько раз трогательно лизала мне руку, чтобы показать, что благодарна за помощь. Эта прогулка продолжалась всего десять минут, и Пиппа снова вернулась к своему семейству. На следующее утро Гаиту заметил свежий след гепарда у дороги, и мы решили не тревожить Пиппу до обеда. Приехав, мы нашли в логове мирно спящих малышей. Пиппа появилась минут через десять со стороны Рееверу. Там примерно в полутора милях был ближайший водопой. Я думала, что она ходила пить, и была удивлена той жадностью, с которой она вылокала всю принесенную нами воду. Может быть, она услышала, что мы подъезжаем, и сразу же вернула. Малыши двигались как будто увереннее, но все еще не твердо стояли на ногах. На мой с Гаиту шепот они настороженно приподняли головы. С этих пор я только предупреждала о нашем прибытии окликом издалека, а возле логова мы молчали. На другой день я увидела след гепарда, который уходил к реке в направлении противоположном тому, где было логово. Я была уверена, что Гаиту как всегда впереди и разыскивает следы. Но возле поворота его не оказалось, так что пришлось мне пойти по его следу, который привел в Кенмер лодж, где он весело болтал с женами егерей. Гаиту был хорош собой и очень нравился девушкам, но в этот момент я никак не разделяла их симпатий. в полном молчании мы подошли к логову Пиппы. Она кормила малышей. Когда они наелись, настала ее очередь поесть и попить. Потом она опять прошла вокруг своего куста, чтобы поразмяться. Тем временем я смотрела на маленьких. Они перекатывались друг через друга и иногда ухитрялись встать на все четыре лапы. Как только мать вернулась, они стали тереться об нее носами и, приподнимаясь на дрожащих задних лапках, гладили и лизали ее морду. Им было десять дней. Вернувшись к Пиппе в пять часов, мы увидели, что она перенесла малышей в куст, который рос в ярдах в тридцати от первого и почти совсем не давал тени, так что котята задыхались от жары. Она долго пила, а потом принялась искать новое место для детской и, наконец, устроилась в тени шиповатого куста. Я приняла это за намек и решила помочь с переездом. Взяла двух малышей и перенесла к ней. Она тут же схватила одного из них за загривок и понесла его, как собака, обратно в редкий куст. Я поспешила вернуть второго малыша, и она немедленно приняла тщательно вылизывать их, словно стараясь стереть мой запах. Потом легла набок и стала кормить. Где-то поблизости были львы, и я, с тревогой прислушиваясь к их ворчанию, начала смотреть. Немного погодя, я протянула пипе мясо. Она поднялась было, потом передумала и вернулась к малышам, словно хотела показать, что не собирается оставлять их в моем присутствии, а чтобы я окончательно почувствовала, как нехорошо без спросу трогать чужих детей, она легла между мной и котятами и стала смотреть в другую сторону, не обращая на меня внимания. Весь вечер меня тревожило появление львов и то недоверие, которое я вызвала у пиппы, как будто я не знала, что малышей нельзя трогать, пока они слепые и беспомощные. Но этого было мало, шесть слонов почти всю ночь паслись в своих любимых кустах за рекой, всего ярдах в пятидесяти от меня. Когда я включал афанась, они переставали есть, но стоило мне вернуться в палатку, как все начиналось снова. Эта игра со слонами продолжалась до рассвета. Рано утром мы обнаружили, что пиппа перенесла малышей в еще более редкий куст, где их мог увидеть любой гриф, но ей как будто до этого и дела она напилась и наелась, а потом позволила мне обобрать с нее клещей. После обеда мы увидели, что она вновь перетащила выводок, на этот раз в более подходящий куст. Пиппа была удивительно ласкова. Конечно, я очень хорошо понимала, что это ежедневное кормление, палка о двух концах. С одной стороны, наши визиты могли испортить ее отношения с самцом, и она опять становилась слишком зависимой от нас, а это могло пойти во вред семейству, но с другой стороны, мне казалось, что сейчас это был единственный выход. Вернувшись в лагерь, я нашла там директора парка и ветеринара Джона Кинга и решила посоветоваться с ними. Доктор Кинг часто приезжал в парк, чтобы проследить за акклиматизацией шести белых носорогов и был известен как замечательный знаток диких животных. Он решительно посоветовал мне продолжать подкармливать Пиппу и ни в коем случае не гнать у нее глистов, пока она не кончит кормить. Когда же это произойдет, никто из нас не имел понятие. Наш утренний визит оказался знаменательным. Малыши открыли глаза. Им было всего одиннадцать дней и глазки у них еще были подернуты голубоватой мучью, но уже смотрели на меня серьезно и даже испытывающе. Удивительно, как внезапно изменились эти невинные детские мордочки. Теперь они напоминали маленьких старичков. Когда открылись большие темные глаза, черные полосы, шедшие от внутреннего края глаз к углам рта, стали похожи на глубокие старческие морщины. Ушки у малышей все еще были на уровне глаз и плотно прижаты к голове. Это придавало им еще большее сходство с человечками. Казалось, они совершенно огорошены количеством новых вещей, открывшихся перед ними. Но движения их стали более точными, и когда им случалось отвешивать друг другу оплеухи, они уже довольно метко били своими мягкими лапками. Они так оживленно возились, что пить безтрудом удавалось вылизывать у них под хвостиками. Мне стало понятно, почему она переносила малышей в разные места. В детской должно быть чисто. И эти переезды она начала, когда им исполнилось девять дней, и они достаточно набрались сил. Возможно, малыши были так потрясены открытием нового видимого мира, что это их измотало, подсказали и слабыми. Питва не отходила от них все два часа, пока мы были рядом. только раз она подошла к воде, быстро напилась, а мясо мне пришлось поднести почти вплотную к котятам, чтобы пикпа хоть немного поела. За последнее время она поправила и выглядела хорошо, так что я решила навещать ее только утром, чтобы дать возможность отцу почаще бывать со своим семейством. Поэтому в следующий раз мы приехали через двадцать четыре часа, и я пришла в ужас. Малыши возились у самого края куста, где их мог увидеть любой хищник. Пиппы с ними не было. Я воспользовалась этим, чтобы пощупать, нет ли у них зубов, но челюсти были совсем гладкие. Мохнатая шерстка помешала мне определить их пол. Минут через двадцать появилась Пиппа с окровавленной мордой и грудью. По ее поведению я поняла, что она не ранена, это была кровь жертвы. Она долго пила, а потом повела нас ярдов за триста к маленькому дереву, на котором сидели грифы. Под деревом лежала туша Дукера. Пиппа не спеша вспорола ему брюхо между задними ногами и принялась вытаскивать внутренности, время от времени поглядывая на меня, словно говоря, до чего она гордится собственной добычей. Она наелась до отвала и лежала отдуваясь и следя за грифами, которые сотнями кружились над нами, ожидая своей доли. Но я поскупилась, не хотелось оставлять им на растерзание пиппину добычу и собрала все до последнего кусочка. Она спокойно наблюдала за мной и не мешала Гариту относить мясо к нашей корзине, но когда грифы стали тяжело плюхаться на землю, она их разогнала. Отовсюду слетались все новые стаи этих нахальных птик, и я подумала, что теперь все хищники в округе оповещены о добыче пиппы. Я попросила Гариту проследить за безопасностью детской, пока я отвезу остатки мяса в лагерь. Таким образом, я надеялась избавиться от грифов. Когда я вернулась, Гариту восседал высоко на дереве, осматривая окрестности в мой бинокль. Он не заметил ни одного хищника, но за это время пиппа сумела перетащить малышей под новый куст. Я села и стала смотреть на котят. Один из них был очень любознателен и кидался на все, в том числе и на меня. Моя рука лежала на земле. Малыш осторожно обнюхал ее, а потом положил головку на мою ладонь и стал лизать мои пальцы, глядя на меня большими глазами. Я не отважилась погладить малыша, боясь приручить его. Ты последила за нами, мурлыкала и тоже лизала меня. В эти дни я видела огромные стаи квели. Это самые мелкие ткачики, образующие самые крупные птичьи колонии. Они истребляют растительность не хуже саранчи. Я сняла на кинопленку несколько стаек. Одна из них летела мимо меня минуты три, потом расселась на дереве и очень скоро поднялась, обнажив голый ствол. К счастью, квелии не появлялись возле логово гепардов, и Пиппе все еще удавалось находить тенистые кусты для новых квартир, а переселялась она почти ежедневно. Два раза мне удалось снять на кинопленку такой переход. Тут уж зевать не приходилось, потому что Пиппа двигалась очень быстро. Она всегда несла котенка за загривок, иногда опуская на землю, чтобы ухватить поудобнее. При этом она пробегала с ним около двухсот ярдов. А чтобы сфотографировать Пиппу на такой скорости, мне приходилось забегать вперед, так что я едва успевала навести камеру. К тому времени, как малышам исполнилось три недели, она переселялась таким способом девять раз. Позднее они научились ходить и перебирались сами. В возрасте шести недель семейство уже в двадцать первый раз сменило квартиру. Малыши росли не по дням, а по часам, и поэтому, наверное, почти все время спали. Они были в прекрасном состоянии, но Пиппу необходимо было подкормить. Ей недешево обошлось воспитание четверых детенышей. однажды однажды я услышала высокий чирикающий звук и приняла бы его за птичий щебет, если бы не видела, как чирикают трехнедельные котята. Они звали Пиппу и та появилась через десять минут. Тогда малыши навалились на нее со всех сторон, стали обнимать ее голову и облизывать ее. Один особенно нежно ласкался и, наконец, уютно устроился у нее под подбородцем. Он припотешно защищал свое место, фыркая и шипя, когда другие подходили слишком близко. На следующее утро мы видели супруга Пиппы, когда он шел к детской, а потом четыре дня подряд нам попадались его следы на обочине дороги. Иногда, подъезжая, мы не заставали Пиппы. Два раза она настороженно прислушивалась, пока ела, а потом уходила на равнину. Может быть, за тем, чтобы встретиться с отцом хотят, хотя мне кажется, что он не кормил ее, потому что она всегда была голодна. Теперь семейство поселилось в очень колючем кусте за 600 ярдов от своего последнего логова, и я подумала, что там малыши будут в полной безопасности даже в отсутствие Пиппы. Когда она была дома, они весело играли и носились вокруг, но если она уходила, смирно сидели на месте. Чтобы как можно меньше мешать самцу, мы стали приезжать около полудня, потому что ни один гепард не станет разгуливать в самую жару. Когда малышам исполнилось 4 недели, я заметила, что у них показались белые кончики клыков. А через два дня зубки стали такими острыми, что бедная Пиппа должно быть немало намучилась во время кормления. Теперь у котят были сильные плечи, длинные ноги и двигались они удивительно грациозно. Они уже набрались смелости и бегали сами по себе. Затаивались в траве, играя в прятки, боролись и шлепали друг друга передними лапами. Потом они вдруг все сразу бросались в пипсе, прыгали около ее морды, дразнили ее и увертывались от трепки, забирая насучие своего куста. Только теперь я сумела определить их пол. Среди них оказался всего один замер. Как ни странно, это был маленький заморыш, но зато он был ласковее других и все время старался прижаться к пипсе. Однажды она очень удивила меня, когда вдруг не захотела, чтобы я держала перед ней мясо и даже довольно сильно прихватила мою руку, но все стало понятно, когда на обратном пути я заметила самца на верхушке белого термитника возле Кеннера. Около этого известнякового термитника был солонет, который привлекал многих животных. На следующий день мы не застали пипсы, зато нашли поблизости след самца. Малыши в ожидании матери сидели так тихо и были настолько хорошо замаскированы своими сероватыми грифками, что мы ни за что не нашли бы их, если бы не знали, где они находятся. На закате я начала беспокоиться, как же оставить малышей одних в сумерках, когда все хищники выходят на охоту. Я попросил Агаиту побыть с ними, пока я съезжу в лагерь и посмотрю, не там ли пиппа. Вернулась я без нее, но прихватила два фонарика, и мы стали ждать. Уже совсем стемнело, когда она пришла, по-видимому, со стороны реки. Пить она не стала, но сразу набросилась на мясо. Чтобы мясо не валялось на земле, пришлось подождать, пока она кончит съесть. Темнота была, хоть глаз выколи, и я не очень-то уютно чувствовал на себя, пока мы добирались до машины, оставленной в миле от логова. Особенно я боялся слонов, потому что они двигаются совершенно бесшумно. Но, как оказалось, бояться следовало не их, а львов. Они попали с нам на дороге через несколько минут после того, как мы сели в машину. Всю ночь я беспокоилась за своих гепардов. Утром отправилась на поиски и никого не нашла. мы бродили часа три, а потом стало невыносимо жарко. На обратном пути мы переезжали через небольшую поляну возле лагеря и увидели Пиппу, которая следила за газелью Гранта. Я подъехала и предложила ей мясо, но брюхо у нее было набито и смотреть на нашу еду она не пожелала. Вместо этого она игриво прикусила мою руку. Мне не терпелось увидеть малышей и мы пошли за Пиппой. Она очень медленно шла к логову и останавливалась почти у каждого дерева. Было ясно, что она хочет от нас избавиться. Сообразив, что таким способом от нас не отвязаться, она пошла дальше, обнюхивая каждый куст, как будто там были котята, хотя прекрасно знала, что они далеко отсюда. Стало ужасно жарко, мы измучились и хотели пить, но я решила не сдаваться, и мы тащились все дальше, пока не оказались позади того самого куста, где семейство оставалось вчера вечером. Утром мы его тщательно обыскивали. Пиппа заставила нас пройти по кругу. тут я едва не наступила на малышей. Они так сливались с травой, что увидеть их было совершенно невозможно, пока они сами не вскочили и не бросились к пикпе. Я взяла с собой небольшой кусок мяса, чтобы проверить, не станут ли они есть, потому что в последнее время они с интересом принюхивались в пикпиной еде. Но малыши зафыркали на меня, брезгливо сморщили носы и отскочили в сторону. Я положила мясо на землю и отошла немного, чтобы дать им время освоиться. Минут через десять я вернулась, мясо было цело, а семейство и след простыл. Мы искали очень долго, но следов так и не нашли. Это внезапное исчезновение пяти животных было похоже на чудо. Да, Пиппа все-таки выиграла этот раунд. После обеда мы опять искали и наконец нашли все семейство под небольшим кустом. Малыши встретили нас с шипением, но скоро успокоились, не переставая однако с отвращением морщиться при виде мяса. Оно им явно не нравилось. На следующий день мы увидели своих гепардов на поляне. Они грелись на солнышке. Немного погодя, Пиппа подошла попить, а потом бросилась за котятами, которые куда-то исчезли. Через несколько секунд мы их увидели сквозь траву. Они неслись наперегонки, прыгая друг через друга и толкая с лапами. Под конец они покатились по траве, степившись в клубок, но тут же вскочили и начали новую гонку. Пиппи не сразу удалось их урезонить. Она позвала их резким прр-прр, совсем не похожим на ее обычное мурвитовье. Этот звук напоминал прерывистый треск погремушки. Но малыши не очень-то слушались ее, так что приходилось хитрить. Она носилась вокруг них, словно приглашая поиграть, а когда они бросались за ней, вела их туда, куда ей было нужно. Когда все наигрались, я дала Пиппи мясо. Пока она ела, котята принюхивались к мясу, а потом несколько раз опасливо лизнув его, вдруг вцепились в кусок и стали рвать его в разные стороны, отвешивая оплеухи направо и налево. Только вчера они с презрением отворачивались от мяса, а теперь пожирали его с такой жадностью, что я была поражена. Под конец Пиппа разогнала их, должно быть, опасаясь, что малыши получат слишком большую порцию твердой пищи, тем более в первый раз. Им было всего пять недель от роду. Теперь нам предстояло таскать более тяжелый груз, и я стал брать с собой еще рабочего Стэнли. Он не только помогал нести мясо, но и сторожил его где-нибудь в тени под деревом, пока мы из Гаиту налегке искали гепардов. Несмотря на удивительную худобу, Стэнли был очень вынослив и трудолюбив и часто приносил невероятно тяжелые вязанки дров. Он прекрасно умел выслеживать дверей и совершенно не знал страха, но все же я старалась выбрать для него такое место, чтобы в случае чего он мог забраться на дерево. Когда он был с нами в первый раз, я оставила обоих мужчин в двухстах ярдах от семейства и пошла дальше одна, потому что мне не хотелось, чтобы зверей встревожило появление Стэнли. Но гепарды нас уже заметили. Они держались очень недоверчиво и удрали даже от меня. Мне пришлось бросить мясо, и Пиппа взяла его только после того, как я отошла и понесла его к малышам, прятавшимся в кустах. Я наблюдала за ними в бинокль и подошла, когда они наелись. На этот раз они стерпели мое присутствие. Один только маленький самец не переставал фыркать и шипеть, защищая свою семью. Этим он меня пленил, и я окрестила его Дюме, что на Хвахиле значит мужчина. Самую светленькую самочку мы стали звать Уайти, Белянка. Двум другим я еще не придумала имен, их пока было невозможно отличить друг от друга. Малыши не желали подходить ближе, да и Пипа была на стороже, так что мы вскоре ушли. На следующее утро мы нашли следы самца, ведущие к логову. Я подумала, что настороженность Пипы может быть вызвана не только недоверием к Стэнли, но и близостью ее друга. На этот раз мы оставили Стэнли еще дальше и проискали Пипу до самых сумерек, но никого не нашли. Впервые со времени рождения котят я не видела их целый день. Я очень волновалась и стала советоваться с Джорджем и директором парка, которые заехали к нам. До сих пор семейство держалось в двух милях от лагеря, и гепарды жили на свободе как дикие звери, если не считать, что я их кормила. Теперь, когда котята стали есть мясо, им кроме молока Пипы обязательно понадобится вода, и если я не научу их пить из миски, им предстоят длинные их могут подстеречь другие хищники. Они были полны жизни, но росли так быстро, что лишнего жира на них не было, и с каждой неделей им будет нужно все больше еды. Подкармливать животных значит вмешиваться в их дикую жизнь, но зато я могла быть уверена, что малыши будут в хорошей форме, пока не наберутся сил для самостоятельной жизни. Как же мне поступить? Джордж предложил мне держать малышей все это время в лагере, но мы с директором решили, что лучше уж рискнуть и пренебречь опасностями, зато предоставить маленьким гепардам возможность развиваться в природных условиях. Я, конечно, постараюсь подкармливать их, насколько это будет возможно. На другой день мы привезли для молодых котят целую козью тушу. Им предстояло впервые попробовать неразделанную добычу, как после настоящей охоты. Они тщетно дергали тушу, пока Пиппа не вспорола козе брюхо. Тогда они с жадностью съели печень, почки и сердце, а потом стали обгладывать хрящи с ребер. Пиппа тем временем расправлялась с позвонками и ребрами. Все они охотно ели кожу, отгрызая и отрывая от туши целые куски. А я закопала таз с водой в землю, чтобы они его не перевернули и стала ждать, как они будут на это реагировать. Сначала они недоверчиво фыркали, потом попытались сунуть лапу в воду и отскочили напуганные всплеском. Но тут подошла Пиппа и показала им, как надо пить. Тогда они сообразили, что эта непонятная, живая штука вовсе не опасна, а скорее наоборот приятна, и стали лакать так жадно, что не могли оторваться. Под конец вся четверка оказалась по уши в воде. Они шлепали лапами, дрались и брызгались, пока не вымокли насквозь. Пиппа с каждым днем уводила семейство все дальше от лагеря, и нам становилось все труднее таскать к ним тяжелые припасы. Если бы мы немного помолили Пиппу голодом, она, конечно, сама переместилась бы поближе, но мне совсем не хотелось, чтобы молодые гепарды жили рядом с людьми и становились ручными. Я очень уважала Стэнли за то, что он не только безропотно таскал наши тяжелые грузы, но и все больше привязывался к гепардам. Малыши действительно были очень привлекательны. У них все еще были большие глаза и огромные лапы, хотя в общем они уже вполне сформировались. Двигались они с неизменной грацией, и когда носились сломя голову по равнине или влезали на деревья, запуская когти в толстую кору, и когда возились с шариками слонового помета. Питпа оказалась превосходной матерью, разве что иногда проявляла эгоизм. Я, например, не могла постигнуть, как ей удавалось заставить детенышей сидеть и дожидаться, пока она поест. И они были удивительно послушны. Как бы им не хотелось есть или пить, они только вытягивали шейки, глядя, как она ест, и мне не удавалось соблазнить их, даже если я клала мясо им подно. Они не трогались с места, пока Питпа не подавала сигнал прр-прр. Однажды я услышала у Питпы новый звук. Это было в начале октября. Когда я привезла еду, она была одна, и я пошла искать котят. Наевшись, она произнесла пр-пр-пр и стала ходить вокруг, принюхиваясь. Явно не понимая, где они, она забеспокоилась. Наконец, она стала звать их очень тихо или слышно тихо 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 на этот вдох малыши откликнулись сразу. Они появились на том месте, где я проходила уже четыре раза. Подбежав к поилке, они шлепнулись в воду, со зверским аппетитом набросились на еду и стали радостно носиться вокруг, то и дело подбегая ко мне и даже покусывая мне ноги. Казалось, их поведение целиком зависит от настроения пикпы. Если она спокойно, ко мне относились как к товарищу. Нет, на меня фыркали. Малыши выражали свое настроение разными звуками. Когда им было хорошо, они мурлыкали. В ответ на голос пикпы издавали нежное чириканье. Но если они были напуганы, их голоса звучали пронзительно, как резкий свист. Сражаясь за лучшие куски, они издавали длинные вибрирующие вопли или угрожающие шипели, прижимая уши. Без участия пикпы нам никогда не удавалось обнаружить ее детенышей, а она далеко не всегда соглашалась помочь. Однажды мы проискали их целых два часа, а потом наткнулись на семейство, мирно спавшее под кустом. Мы не раз проходили мимо, и пиппа прекрасно слышала, что я ее зову, но не сочла нужным показаться. В другой раз она издалека пошла к нам навстречу и с жадностью напилась, а потом усела и отказалась проводить нас с детенышем. В следующий раз мы ничего не дали ей и пошли в ту сторону, откуда она появилась. Питая с носом в корзину с мясом, она шла за нами от куста к кусту, делая вид, что тоже ищет детей. Потом поняв, что ничего не получит от нас, пока мы их не увидим, тут же привела нас к ним. 6 октября мы совсем не видели гепардов. Меня это волновало, так как на следующий день мне надо было вылетать на собрание в Найроби. На прощание Гаиту обещал мне обязательно найти их и накормить. Когда я вернулась, его не было в лагере, и Стэнли сказал, что утром Гаиту не нашел гепардов и после пяти часов опять отправился на поиски. Когда стемнело, я вышла навстречу, но было слишком опасно уходить далеко одной и без ружья. Тогда я поехала в Кенмер, надеясь, что он окажется там. Никто его не видел. Стало уже совсем темно, и выходить на поиски было бессмысленно. Я не спала всю ночь, воображая, что с ним случилось несчастье. Рано утром я опять поехала в Кенмер, чтобы организовать поисковую партию. Но там был только один егерь. Остальные накануне уехали в мэру за покупками. Егерь пытался успокоить меня. Гаиту знает заросли, как никто другой, а с ружьем он будет в полной безопасности. Тем не менее, я настояла, чтобы егерь пошел со мной и Стэнли искать Гаиту. Но тот, как сквозь землю провалился. Я поехала к скале Леопарда, чтобы сообщить о его исчезновении и попросить помощи. Там мне сказали, что он уехал с компанией за покупками, и их ожидают к вечеру. Когда мы вернулись в лагерь, нас приветствовал Гаиту с сокровавленной повязкой на голове. Он поведал нам, что пока он искал гепардов, ему в лоб вонзился шип, который он не мог вытащить, так что пришлось поехать на грузовике с ягерями к доктору. Он даже предъявил мне медицинскую справку, кусок потрепанного картона без печати. По слогу и грамматическим ошибкам я поняла, что это подделка, и попросил Агаиту снять повязку. Он морщился и делал вид, что ему страшно больно, но я не обнаружила решительно никаких повреждений. Однако обличать его во лжи я не стала, пить тебе это все равно не помогло бы. Поэтому на следующий день мы как всегда отправились ее искать. Но ничего кроме ее следа, ведущего к водопою, мы не нашли. Следов молодых гепардов рядом тоже не было. Что же они пили в эти дни? Прошло целых четыре дня с тех пор, как я накормила их в последний раз, и я очень тревожился. Все утро мы опять проискали напрасно, и только на шестой день нашли следы гепардов, ведущие к лагерю. Вернулись мы одновременно с Пиппой, которая была голодна и набросилась на мясо зебры, а потом повела нас примерно за три мили от лагеря, где навстречу нам из-под большого дерева выскочили малыши. Я очень обрадовалась, что они были здоровы. Им было уже семь с половиной недель. Они сильно подросли за эти несколько дней, и серая грифка оставалась у них только на плечах. Черный цвет их помета, следы переваренной крови, говорил о том, что Пиппа кого-то добыла. А может быть, папаша наконец-то стал кормить свое семейство. Самой робкой из молодых была Уайти. она всегда последней подходила к мясу, когда другие давно уже дрались за добычу. Несмотря на молодость, они защищали свою долю даже от Пиппы и намертво вцеплялись в мясо, если она пыталась оттащить его в сторону. Как правило, пока они ели, я держалась поодаль и только потом подходила ближе, особенно когда они начинали дремать. Тогда можно было даже снять с них несколько клещей, конечно, если Пиппа оказывалась рядом. Шесть дней гепарды оставались под большим деревом, где их было очень легко найти. Они так полюбили это дерево, что мои спутники прозвали его отель. Маленький Дюме охранял свой прайд и был самым живым из малышей. Когда все уже валились с ног, он продолжал носиться вокруг, дергая сестер за хвостики или подпрыгивая вверх, просто от избытка сил. Он всегда следил, чтобы я не смела гладить его мать. Когда же я делала попытку нарушить запрет, он бросался на меня, быстро и часто делая выпады обеими передними лапами сразу. Довольно хороший способ защиты, если принять во внимание его острые козатки. Постепенно нападение превращалось в игру. Он доставал меня одной лапой, не царапая, и шлепал по руке, а потом даже оставлял лапку у меня в ладони и разрешал мне гладить ее. Уайти была самая любопытная из четверых. Она всегда дотошно разведывала все вокруг. Ворча на меня, она все-таки подходила поближе и ждала, пока я до нее дотронусь, как будто ей хотелось узнать, что же такое я делаю с пиппой. Ела она меньше всех, но, несмотря на это, чувствовала себя отлично. В последнее время соски у пиппы уменьшились почти до нормального размера и, по-видимому, усыхали. Котята были уже совсем большие, им исполнилось восемь недель, но это не мешало им сражаться за лучший сосок, боюсь, что они часто делали матери больно. Однажды утром мы увидели след самца, ведущей к пиппе. На следующий день мы издали заметили стаю грифов примерно в полумиле от дерева отель. Покормив семейство, мы пошли на то место и нашли почти целую тушу газели Гранта. Было ясно, что газель убита гепардом, кругом были его следы. Кроме того, если бы добыча принадлежала львам, от нее не осталось бы ни косточки. Я не сомневалась, что эту газель убил отец малышей, но волчий аппетит семейства ясно показал нам, что родитель никого не пригласил разделить с ним трапезу. Глава двенадцатая пожар в зарослях. Наступила засуха и трава стала сухой, как солома. Обычно траву периодически сжигают до начала дождей. Это убивает всех паразитов и удобряет почву для свежей поросли. Если растительность не сжигать, она превращается в непролазную чащобу и животные могут уйти в другие места. Большую часть парка Меру уже выжгли. Оставались только участки возле моего лагеря и логова Пиппы. Сезон дождей приближался. Директор парка уехал, и я решила, что ничего не случится, если мы поможем сжечь растительность на другом берегу речки. Предыдущий пожар остановился примерно в миле вверх по течению. Оттуда мы и собирались начать. Первым делом мы вырыли траншеи 12 футов шириной с трех сторон вокруг нашего лагеря, предполагая, что речка послужит заслоном от огня с четвертой стороны. Вскоре затрещал огонь, и я сфотографировала наш лагерь на фоне бушующего за рекой пламени. Огонь прокатился, оставив за собой тлеющий пепел, и мы сели завтракать. Было воскресенье. Гаиту и Стэнли пошли после завтрака рыбачить на Реверу, а я взялась за письма. Внезапно я услышала крик повара. Огонь подбирался к моему ленд-дроверу, стоящему под деревом примерно в ста ярдах от палатки. Переменившийся ветер занес на наш берег несколько искр, и трава заняла. Я со всех ног побежала к машине и в мгновение ока вывела ее на дорогу. А тем временем неистовое пламя переметнулось через защитные траншеи и с ужасающей скоростью приближалось к лагерю. Мы отчаянно носились с ведрами, стараясь залить огонь, и ломали сучья, чтобы сбить его. В палатке нам удалось отстоять, хотя мы едва не задохлись в дыму и совершенно изнемогли, но вот джип, который Джордж оставил в полуразобранном виде, погиб. Мы не смогли его вывести из огня, и теперь смотрели, как он пылает. Правда, нам сказочно повезло, в баках не было бензина. Тут вернулись наши рыбаки, и мы работали еще часов пять, судорожно ловя остатки воздуха в удушливом дыму, обожженные с опаленными волосами. Руки у нас покрылись волдырями, ноги ужасно болели. Наконец к закату мы справились с пожаром, но долго еще в темноте мы поливали тлеющие головешки и курящийся слоновый помет. Когда я свалилась в полном изнеможении, небо было алым, и густой дым клубился над землей. Я видела огромные стаи птиц, спасавшихся от огня, который переметнулся через дорогу и растекался по равнине. Что я могла поделать? Мне оставалось только надеяться, что пожар не повернет в ту сторону, где была пиппа с малышами. Уже появились марабу, склевывавшие обгорелых насекомых, и я с горечью подумала о черепахах и улитках, которые не умели спасаться в подземные норы, как грызуны, ящерицы изменей. Внезапно я услышал пронзительный рев слонов. Они выбежали из пылающих зарослей и громко трубя побежали к реке. Их силуэты мелькали на фоне огня. И снова я стала молить судьбу, только бы все животные сумели вырваться из этого огненного ада. Я бесконечно устала, но в эту ночь не смыкала глаз, следя за догорающими деревьями, которые мы не сумели потушить, и прислушиваясь к малейшему подозрительному треску. Как только забрежил рассвет, мы пошли к Пиппе. Слава Богу, степь возле ее логова была не тронута. Два с половиной часа мы не могли найти семейство, и вдруг Гаиту заявил, что гепардов надо искать вон там. Это, ему подсказало сердце. Он уверенно повел нас вперед, и что же, мы действительно нашли наших гепардов на пятьсот ярдов ближе к лагерю от того места, где видели их в последний раз. Малыши вели себя очень настороженно, возможно побаиваясь двух слонов, которые все время держались поблизости. Возвратившись, мы нашли в лагере директора парка. Он сообщил мне, что Джорджа ранил буйвол. Мы сразу же выехали, захватив лекарства. Бедняга Джордж сидел на кровати весь окровавленный и стонал. Лечь он не мог, потому что у него болели ребра. Я обмыла кровь и заставила его немного поесть. Он рассказал, что хотел подстрелить для львов буйвола, который всем мешал. Дважды подранил его, но тот скрылся в зарослях. А когда Джордж разыскивал подранка, тот вдруг вывернулся из зарослей в двух ярдах от него и сбил его с ног. К счастью, буйвол пал, не успев запороть Джорджа рогами. Раненого буйвола считают самым опасным животным. Так что Джордж чудом уцелел, счастливо отделавшись несколькими царапинами парой сломанных ребер и небольшим переломом ноги. Наутро самолет скорой помощи забрал его в Найроби. Я не полетел и с ним. Мне лучше было оставаться здесь, чтобы присмотреть за львами в его отсутствие. В случае необходимости мы всегда могли связаться по радио. Джордж вернулся через несколько дней. Он ужасно беспокоился за Герлу. Пока его не было, она родила двух львят, и отцом их был бой. Вскоре Джордж, все еще ковылявший с палочкой, улучил время, когда Герл была в лагере и повел меня к ее логову возле холма Мугвонга. Отсюда открывался великолепный вид на широкие равнины, простиравшиеся до далекого гребня Джон-Бенни. Вокруг громоздились крупные обломки, отколовшиеся от скалы, у подружия которой Герлу нашла идеальное логово. Под нависшей скалой была такая глубокая и узкая щель, что львята могли полностью скрыться в ней от всяких хищников. Подражая голосу львицы и вскоре один из малышей подполз к выходу и бесстрашно уставился на нас своими большими голубоватыми глазами. Ему было двенадцать дней от роду. Я в жизни не видела такого маленького львенка и меня рассмешил его длинный нос. Джордж окрестил его Сэмом. Тут показался второй львенок и вытолкнул брата на открытое место. Сэм растянулся на солнышке и без малейшего смущения принялся нас разглядывать. Его явно удивило, что здесь оказались мы, а не мама, которая его только что звала. Обычно глаза у львят проясняются не раньше, чем через шесть недель, и меня поразил огромный интерес, с которым этот крохотный львенок воспринимал окружающий мир. Он вглядывался в нас, наблюдал за ящерицей, следил за жуком, проползавшим своего лапок. Когда Сэму исполнилось четыре недели, он окончательно поработил всю семерку львов Джорджа. пока они оказывали ему почтение, он играл с ними, но если кто-то осмеливался обойтись с ним грубо, протестующий мяукал и раздавал пощечины, совершенно недвусмысленно показывая большим львам, кто тут главный. Он отлично понимал, что стал всеобщим любимчиком и делал все, что ему заблагорассудится, никого на свете не боясь. Невозмутимая самоуверенность юного царя зверей была совсем не похожа на нервную настороженность молодых гепардов, и он меня окончательно очаровал. Тем временем Пиппа переводила свою семью все ближе к моему лагерю, но искать их становилось труднее, начали с дожди, смывавшие все следы. Один раз мы не могли найти гепардов целую неделю, а потом Пиппа пришла в лагерь однажды вечером очень истощенная и голодная. Я поняла, как она изголодалась, когда она набросилась на несвежее мясо, к которому гепарды обычно не притрагиваются, есть падаль, они не привыкли. Потом она повела нас через дорогу в лес в группе больших акаций. Стволы их были до блеска отполированы слоновыми боками, а земля скрывалась под слоем навоза. Мы прошли примерно в 30 ярдах от серого гиганта, и мне пришлось вести себя так, словно я гораздо храбрее, чем на самом деле, чтобы поспеть за пиппой, которая быстро уходила, не обращая внимания на слона. Под конец она рванулась вперед, остановилась, прислушалась, пиппо, и я увидела малышей под одним из деревьев. Они тоже страшно исхудали, и у них дрожали задние лапки. Я очень огорчилась, что мне нечего им дать, кроме испорченного мяса. Как только они наелись, маленький дюме игриво прикусил мои пальцы и начал шлепать меня лапами, но его сестры предпочли поиграть с матерью. Пиппа перевела малышей на расстояние по крайней мере двух миль от дерева отель в этот слоновий рай. Пожар тут ничего не тронул. Почва здесь была в основном черноземная, и среди роскошной травы попадались участки грязи, намытые недавними дождями, что заставило некоторых слонов перебраться в более сухие песчаные места. Но буйволы как-то ухитрялись не вязнуть, и, судя по их следам, им это место очень нравилось. Пиппе оно тоже пришлось по душе, и она поселилась здесь на целый месяц. Довольно скоро нам удалось привести все семейство в приличный вид. Кругом было множество сломанных, поваленных стволов, и малыши с наслаждением балансировали на упавших деревьях. Когда им случалось забраться в опасное место, Пиппе сама показывала, как поворачиваться на трудных углах. Теперь малыши были настроены мирно, и хотя они постоянно настораживались в ожидании опасности, Стэнли и Гаиту никакой тревоги у них не вызывали. Одна из самочек оказалась особенно привязчивой. Она была самая худенькая из четверых, и почти всегда на ней было множество клещей и верблюжьих мух-кровососок, которых она позволяла мне выбирать из шерсти. Не знаю, почему эти бурые мухи получили такое название, потому ли, что питаются в основном верблюжьей кровью, или просто их выносливость сродни верблюжьей. Раздавить их совершенно невозможно. И даже когда я разрывала их надвое, обе половинки начинали ползти обратно к пище, пока я не обрывала им ноги. У Айти получила имя раньше всех, поэтому я назвала худышку Мбили. На Суахиле это значит два. А третья самочка получила имя Тату, что значит три. Тату всегда держалась поодаль и была особенно нелюдима, но очень сильна и своевольно, и во время еды никогда не зевала. У каждого из молодых был свой особенный характер. И в это время мне было легче различать Тату и Мбили не по внешности, а скорее по поведению. У Айти превратилась в очень красивое создание. У нее были выразительные глаза, поживая мимика и удивительная окраска. Она стала любимицей Гаиту, а я больше всех привязалась к маленькому Дьюме. В один прекрасный день наши сердца, как сказал бы Гаиту, проявили необычайное согласие. Мы целое утро проискали свое семейство совершенно напрасно, пока сердце Гаиту не подсказало ему, что надо вернуться к дереву отель. Мы принялись искать там, но не нашли ни единого следа, и отправились завтракать, вспотевшее и замученное. Я безумно устала от бесконечной ходьбы и уже предвкушала близкий отдых, как вдруг у меня возникла непреодолимая уверенность, что Пиппа находится в слоновьем лесу. И я уговорила Гаиту пойти туда. Когда мы пришли, я позвала Пиппу. Она вышла на зов и повела нас обратно к дереву отель. Ровно на полдороги она произнесла свое пр-пр, и молодые оказались тут, как тут. Как сердце Гаиту почуяло, что семейство перешло сюда. Откуда мне пришло в голову, что Пиппа вернулась в слоновьи лес, и как она догадалась, что мы будем искать ее именно там, и что нас можно будет привести к голодным малышам. Несмотря на то, что наши сердца звали нас троих в три разные стороны, все вместе они помогли нам найти семейство Пиппы. Интересно, что Эльса всегда приводила молодых в лагерь, чтобы мы их кормили, а Пиппа оставляла своих детей в зарослях и приходила за нами только в тех случаях, когда детям нужна была подкормка. В последний раз малыши сосали при мне в возрасте восьми недель. Теперь им было уже десять недель, но шерсть вокруг сосков у Пиппы была влажной. Интересно, удается ли им добыть хоть немного молока из высохших сосков, или они просто-напросто сосут пустышку? В эту ночь разразился проливной дождь. Переполненная река, поднявшись почти на пятнадцать футов, вышла из берегов и подступила к самому моему кабинету. На рассвете встроенный хор проснувшихся птиц по временам врывали с голоса двух львов. Вскоре они неторопливо прошествовали мимо нашего лагеря, взглянув в нашу сторону так, словно привыкли видеть нас каждый день и ушли вниз по течению. По дороге к Пиппе мы нашли следы леопарда, шакала и гиены, а потом увидели двух жирафов. Они переплетали шеи в любовной игре, и сетчатые пятна на их шкурах складывались в изысканный узор, когда они кружились, поворачивались и плыли, покачиваясь, как на волнах. Какие это великолепные существа! Я вспомнил о тех, кто вынужден, хоть и неохотно, жить в городах, и поняла, какое это счастье — быть всегда рядом с дикими животными, дружить с Пиппой, даже если в этой жизни тебя подчат и настигают приступы одиночества. В поисках часа четыре мы увидели Пиппу высоко на дереве в слоновьем лесу. Все семейство порядком отощало и жадно набросилось на еду. На этот раз мне удалось подкормить их, но следующие три дня нам пришлось напрасно бродить по колено в траве с тяжелыми комьями земли на ботинках. Однажды мы наткнулись на стадо буйволов, голов в четыреста. Они так размесили почву, что идти стало еще труднее. В другой раз мы видели жирафа-няньку, опекавшего четверку молодых разного возраста. Только эти рослые животные и могли жить в такой высокой траве, которая, казалось, вырастала прямо на глазах. Я волновалась, как там Пиппа с детьми, как ей живется в этих разросшихся джунглях, где каждую ночь хлещет дождь. Но когда мы, наконец, отыскали их, они неожиданно оказались в хорошем виде и прекрасном настроении. Однако от целой козы в один момент остались только рожки да ножки. Молодые были так заняты едой, что не сразу заметили, что я обираю с них клещей. Но стоило им обратить внимание на эту мою деятельность, как они разбежались, и, чтобы показать, что не полагается приставать к другим во время еды, маленький джунгля налетел на меня сзади и цапнул за спину. На следующее утро я получила новый повод гордиться Пиппой. Она не только сумела позаботиться о детях во время дождей, я увидела, как семейство доедало добытого ею молодого водяного козла. Уже были съедены ребра, все четыре ноги и желудок. Такой выбор меня несколько удивил, но я подумала, что козленок, видимо, еще сосал молоко, и гепардам пришелся по вкусу желудок, наполненный молоком. Пиппо не получила ни царапинки, хотя следы показывали, что ей пришлось выдержать сражение с матерью-козленком. В последующие дни Пиппо поджидала нас, взобравшись на высокое дерево. Мы замечали ее издалека, и это избавляло нас от длительных поисков. Молодым исполнилось 12 недель, и цвет глаз у них окончательно прояснился. Они оказались в трех разных оттенках, от темно-карио до светло-янтарному. Малыши открыли замечательное место для игр, целую колонию термитников. Между этими комическими башенками было так здорово гоняться друг за другом. Они играли в прятки, устраивали засады, подглядывали в щелки, взбирались на верхушки, чтобы обрушиться оттуда на спину жертвы, а затем скачками не слез обратно к Пиппе, и она тоже начинала кружиться и прыгать, как котенок. Около термитников было несколько небольших деревьев, и однажды Уайти застряла в развилке сучьев. Она забилась, пытаясь освободиться, и только вклинилась еще плотнее. Я испугалась, что она поранится, и вытащила ее из ловушки. Как она рассверепела! К ней посмели прикоснуться. Истошно лопя, кусаясь и царапаясь, она вывернулась из моих рук и кинулась прочь. Но зато, по крайней мере, осталась цела и невредима. Семье было так хорошо на этом месте, что она пробыла там целых три дня, до блеска отполировав за это время красноватую землю между термитниками. Трава тем временем выросла по пояс и превратилась в настоящую ловушку для гепардов. Только травоядным слонам, жирафам, жирафовым газелям еще удавалось справиться с этой буйной растительностью, и то они старались не попадать в расползающиеся болота. Нам совсем не встречались мелкие животные, которые могли бы быть добычей для пиццы, хотя мы целыми днями бродили не только в слоновьем лесу, но и дальше, на равнинах. Там, где пронесся пожар, уже шла свежая трава, и эти места теперь напоминали райский сад. Повсюду виднелись стада самых разнообразных антилоп, пасущихся среди голубых фентонезий, белого гелиотропа и алых лилий глариоза. Но куда пропала пиппа? Дождь все лил, лил не переставая, и до нас доходили слухи о снесенных мостах и человеческих жертвах. Сами мы тоже по временам увязались, но потом снова мы сели грязь по пять-шесть часов в день, не встречая ни одного следа наших подопечных. Останутся ли гепарды в живых? Пока пиппа жива и здорова, она как-нибудь ухитрится прокормить малышей. Я сама недавно видела, как она ловила франкалина, прыгнула за взлетевшей птицей и сшибла ее. Но если она попадет в беду, малышам тогда ни за что не выжить. Однажды мы ползли по раскисшей дороге в машине, где лежало немного мяса на тот случай, если найдем гепардов. Мясо уже сильно попахивало, но все же, как видно, привлекло льва, и он вышел на дорогу. Остановившись, мы смотрели некоторое время, как он принюхивается, но потом он стал подходить, и мы во избежание неприятностей поехали дальше. Позже, уже на обратном пути, мы увидели, что все деревья возле того места, где нам попался лев, чуть не ломятся под тяжестью грифов. У меня дрогнуло сердце, а вдруг на этот раз добычей оказался гепард. Но лев терзал мертвого жирафа, и я успокоилась. Жизнь в лагере сделалась невыносимой. Во время дождей страшно расплодились змеи и скорпионы. Мало этого, дожди пошли на пользу сахарным муравьям, яйца которых попадались нам во всех ящиках и даже в книгах между страниц, а все деревянные шесты в палатках были покрыты длинной коркой, под которой скрывались все пожирающие термиты. После наступления темноты стало совершенно невозможно читать, потому что лампа привлекала целые раи насекомых. Крыша из пальмовых листьев пропускала воду, и почти всю ночь приходилось жонглировать тазами, чтобы ловить прорвавшиеся струи воды. За неделю мы успели обыскать все места, где могла бы скрываться Пиппа, кроме равнины Гамбо на той стороне реки. В прошлый период дождей Пиппа туда не заходила. Должно быть, боялась, что вздувшаяся река отрежет ее от нас. Теперь равнина так и кишела животными, и у меня осталась последняя надежда — она там. После долгих поисков мы нашли вчерашний след гепарда примерно в двух милях вверх по реке, а потом отыскали еще два следа всего в полумиле от лагеря. Если это были следы нашего семейства, почему же Пиппа не пришла в лагерь? Мы бродили кругом до темноты и все время звали ее. Когда же вернулись в лагерь, я вдруг почувствовала, что к моим коленям прижалась Пиппа. Она показалась мне очень маленькой и очень жалкой. К счастью, у нас было свежее мясо зебры, и я дала ей большой кусок. Она тут же оттащила его ярдов на 400, бросила на землю и стала тревожно звать «Ихм, ихм, ихм!» Я послала Гаиту принести еще мясо. Как только он скрылся, малыши вышли из кустов и набросились на пищу, опасливо косясь на меня. Все они были в хорошем состоянии и сильно подросли, хотя лапы казались непропорционально длинными. Они очень проголодались и дрались из-за мяса, но было ясно, что Пиппа за эти восемь дней по крайней мере дважды должна была принести добычу, чтобы держать семейство в такой форме. Один из малышей так дрожал от жадности и заглатывал мясо с такой скоростью, что оно тут же выскакивало обратно. Мне пришлось поманить его отдельным куском в сторону, и там он успокоился и даже позволил мне держать мясо, пока он самозабвенно отрывал кусочки. Мне показалось, что это был маленький дьюмы, которого всегда оттирали при дележе пищи, но в темноте было трудно разглядеть его как следует. Расправившись с двадцатью фунтами мяса зебры, все семейство исчезло. Я отпраздновала этот случай, наградив африканцев сахаром и почву кукурузной мукой. Хотелось отблагодарить их за старание помочь Пиппе и малышам в эту тяжелую неделю. Семейство на несколько дней обосновалось примерно в миле от лагеря вверх по течению. Хотя я приносила ежедневно очень много мяса, Пиппа была так ненасытна, что порой вырывала его изо рта у детенышей. Наконец, мне стало не в моготу переносить этот эгоизм. Я возмутилась и ударила ее. Впервые в жизни я наказала ее таким образом, и ее это удивило, а меня расстроило. Она никогда раньше не мурлыкала, если поблизости были дети, чтобы они не ревновали, и я очень растрогалась, когда она подошла ко мне и с мурлыканием потерлась о мои ноги, словно говоря, давай помиримся. Но урок она усвоила прекрасно. В течение следующих двух дней она сидела в сторонке, пока молодые наедались досыта. Им исполнилось 14 недель, и я не сомневалась, что они уже бросили сосать. Я думала, что у Пиппы такой непомерный аппетит из-за глистов, поэтому на следующий раз захватила с собой таблетки цистерзола и скормила из Пиппе, пока молодые расправлялись с козьей тушей. В течение 15 минут из нее вышло невероятное количество глистов. Она предусмотрительно отошла подальше от обедающих малышей. После этого она часа два приходила в себя. Юме прижался к ней и лизал ее, пока его сестры были поглощены едой. Мясо привлекло полчища муравьев, и они яростно набросились на тушу, не трогая гепардов, которые, в свою очередь, не замечали их и продолжали пировать. Когда Пиппе полепчало, она тоже поела, а потом схоронила остатки, забросав их землей. Любопытно, что закапывала она только тушу, даже если ее приносили мы и никогда не поступало так с кусками. Я постоянно рассматривала экскременты малышей и до сих пор не находила в них глистов, но меня беспокоило, что маленький джюмы за последнее время сильно сдал и был весь покрыт клещами, а они всегда массами нападают на больных животных. Никаких симптомов болезни мне обнаружить не удалось, и я обычно припасала несколько лаковых кусочков, которые скармливала ему из рук. Он очень быстро сообразил, что так получать еду гораздо удобнее, чем в сражениях с собственными сестрами, и с тех пор мне часто приходилось держать ему мясо. Вообще, он был достаточно активен, и, несмотря на малый рост, по-прежнему верховодил у молодых. Новое жилье Пиппа выбрала на плоской вершине большого термитника. Вся семья свободно размещалась там и могла оттуда осматривать окрестности. Над ним нависало небольшое дерево, бесконечный источник развлечений для малышей. Иногда я вешала на сук обрывок козьей шкуры, и они наперебой старались сорвать его. Выигрывала обычно Уайти. Она гордо расхаживала с добычей дразня других, пока они не бросались ее догонять. Пиппа созерцала все это свысока, важно развалившись на вершине термитника. Но этот отдых продолжался недолго. Молодые начинали подбираться к ней, тянули за хвост или пытались жевать ее уши, а потом скатывались вниз по склону, кувыркаясь друг через друга. Я называла это место «Фермитник номер один», потому что мы всегда встречались там с Пиппой, когда она оказывалась поближести. Наши встречи не ускользнули от внимания медауказчика. Он появился в одно прекрасное утро, сел на дерево и, возбужденной болтовней, постарался привлечь наше внимание. Эта буроватая птичка хорошо известна. Она часто приводит людей к пчелиным гнездам, до которых сама не может добраться, в надежде, что и ей тоже кое-что перепадет. гаиту пошел следом за щебечущей птичкой и неподалеку увидел клубящихся у входа в дупло пчел. Он расширил отверстие, получив несколько укусов, зато у нас теперь был мед, и мы честно поделились им с медауказчиком. В период дождей животные большей частью держатся на своей территории, и я удивилась, заметив возле лагеря чужую львицу с тремя восьмимесячными львятами. Как-то мое внимание привлек оглушительный галдеж, который подняли павианы. Они скакали по деревьям на другом берегу. Я пошла посмотреть, что там такое, и увидела тощую притущую львицу с такими же тощими львятами. Они направлялись к Питпиному термитнику. Наверное, были невыносимо голодны, если решили свытью в такое время. Я испугалась за наше семейство и позвала Гаиду. Вдвоем нам удалось направить Прайд в другую сторону. Позднее, когда мы пришли навестить Питпу, она ушла. В последнее время это была ее обычная реакция на наше вечернее посещение. Она мирилась с нашим присутствием, когда мы приносили еду, но в остальное время предпочитала оставаться наедине со своими детей. Когда приехал Джордж, я повела его посмотреть на гепардов. И хотя мы подходили очень тихо, Питпа успела заметить нас и затаилась, а молодежь обратилась в бегство. Один только Дюйма остался с мамой. Оставив Джорджа поводом, я одна понесла Питпе мясо, но прошло не меньше часа, пока она убедилась, что все спокойно и принялась за еду. Потом в кустарнике на порядочном расстоянии я разыскала молодых и предложила им мясо. Откуда ни возьмись, передо мной возникла Питпа. И все время, пока мы были там, она оставалась на защитной позиции между мной и своими детьми. И конечно же, никто иной, как Дюйма подобрался и шлепнул меня лапой по руке, словно защищая свою маму. Когда Джордж осторожно приблизился ярдов на шестнадцать, котята зашипели и зарычали на него. Мы проспешно отступили. Увидев, как подозрительно Питпа встретила Джорджа, которого прекрасно знала, я окончательно запретила кому бы то ни было подходить к гепардам. На другой день после основательной трапезы гепарды стали добродушнее и ласково лизали друг другу языки, пока не появились восемнадцать жирафов. Конечно, храбрый маленький Дюйма тут же помчался за ними. Он подобрался к нему же ярдов на сто, когда к нему присоединилась Куайти, но Питпа произнесла свое пр-пр-пр и все гепарды убежали. На равнине Гамбо наши гепарды отыскали отличное логово и задержались в нем надолго. Это было укромное местечко, скрытое тремя большими лишенными шипов кустами. До этого здесь часто бывали буйволы. Под прикрытием густой листвы семейство могло просматривать равнину во всех направлениях и спокойно поедать добычу, потому что грифы, ничего не видя сверху, не докучали им. Хотя эти птицы и не нарушали трапез, зато сами молодые гепарды стали ярко сражаться во время еды. Два котенка нос к носу, сгорбившись и плотно прижав уши, испускали угрожающие вопли, вцепившись мертвой хваткой в кусок мяса. Иногда это продолжалось так долго, что остальные успевали прикончить все мясо без остатка. Драчуны вполне сознательно шли на риск. Очевидно, помириться силами было для них гораздо важнее, чем наесться досыта. Маленькому Джиме приходилось туго, несмотря на его смелость, потому что он не мог справиться с более сильными сестрами. К счастью, он достаточно привык ко мне и всегда выбегал вперед, чтобы получить свою долю из моих рук. Однако он не прибавлял в весе, а однажды утром на него напали жестокие судороги. Джиме вообще ел плохо, его всегда приходилось долго уламывать, ведь все, что происходило в мире, было так любопытно, доеды ли тут? Он обладал исключительно быстрой реакцией и всегда первым замечал опасность. Интересно, что гепарды совершенно не обращали внимания на трех буйволов, хотя один раз те оказались совсем рядом. Еще несколько дней спустя котята также игнорировали пару слонов, которые подошли так близко, что мы поспешно ретировались. Однако стоило им услышать хотя бы негромкий голос льва и они тут же удирали, но возвращались, как только львы уходили. Молодые затевали чудесные игры на деревьях и кустах. Собственно говоря, они больше времени проводили в воздухе, чем на земле. Мне никогда не надоедало смотреть на их выходки. Иногда пиппа, видимо, из ревности тоже присоединялась к общему веселью. Молодые как мартышки носились вверх и вниз по ветвям. Случалось, что они прыгали прямо на мать или лазили друг через друга, как по ступенькам. Пиппа была намного крупнее, и это ей только мешало. Они были по-настоящему счастливы. Стоило только послушать, как они мурлыкали хором. я старался носить мясо больше, чем они съедали, и все-таки часто оказывалось, что они сосали пиппу, должно быть просто для удовольствия. Но уже два месяца не видели отца семейства, и вот однажды обнаружили его след возле Ценнера. Он шел в другую сторону от семьи. Как и обитавший здесь лев, гепард обходил свою территорию за две-три недели. Он был вынужден спитаться, чтобы добывать пищу, потому что животные естественно покидали места его недавней охоты. Он долго не приходил к собственному семейству, но причиной было не только наше присутствие. Скорее всего, это объяснялось привычками кормящих львит и самок гепарда. Они обычно не спариваются, пока все их внимание поглощено воспитанием молодых. У львов этот период добровольного регулирования рождаемости продолжается два-три года, а вот как долго он длится у гепардов до сих пор не было известно. Фитпа пробыла в логове Буйвола 12 дней, но это место наводнили муравьи и семейству пришлось переехать. Насколько мне известно, это был самый долгий срок, когда гепарды не трогались с места, несомненно, только потому, что мы приносили им еду. Маленький Джюме опять был нездоров. Очевидно, у него начался рахит, потому что при ходьбе передние лапы выгибали снаружи. Джордж посоветовал мне прибавить к мясу и поливитаминам еще и фарекс. Малыши были в восторге от этой еды, особенно Джюме. Он никак не мог оторваться от миски с молоком, в которое я подмешивала это детское питание. Как-то в дождливое утро я приехала в зеленом плаще из пластика. Молодых как ветром сдуло. Они обнаружились только после того, как я сняла незнакомое одеяние. Конечно, я тут же промокла насквозь. Впрочем, это даже приятно, когда тепло. Но меня очень встревожило, что Джюме дрожит. На другой день он сильно прихрамывал на правую переднюю лапу. А когда я дотронулась до его плеча, ему явно стало больно. Дел он с аппетитом, и я решила, что он просто растянул связки, прыгая с дерева. На следующее утро ему стало хуже, и он, как будто сознавая свою уязвимость, старался спрятаться. Я боялась, что в таком состоянии он станет легкой добычей для хищников, и мне хотелось взять его в лагерь, пока он не выздоровеет. Но Гариту воспротивился. Он считал, что если я его заберу, Пиппа перестанет мне доверять. Понаблюдав за Джюме два часа, я поехала к директору парка за советом. Он тоже считал необходимым оставить Джюме с матерью, разве что она его бросит. Было решено охранять семейство от опасности, но когда я вернулась после обеда, то не нашла ни следа, хотя вряд ли ему удалось уйти далеко, ведь с ними был больной Джюме. На следующее утро мы нашли их на расстоянии ста ярдов от прежнего места. Моросила, малыши, освеженные дождиком, носились друг за другом, разбрызгивая мелкие лужицы и извозились по ушей. Маленький Дюме тоже хотел поиграть, но сделал всего несколько шагов и свалился. Он сам понимал, что с ним что-то неладно и старался держаться в стороне, но потом подошел и лизнул мою руку. А Пиппа тем временем затеяла борьбу с Уайти из-за куска мяса. Стараясь вырвать мясо, она ходила вокруг дочери, а та, лежа на спине, крепко держала кусок и при этом перекатывалась сбоку-набок, чтобы не терять мать из виду и защищала мясо когтями и зубами, когда Пиппа пыталась его выхватить. В конце концов победила Уайти и Пиппе пришлось уйти ни с чем. Я подумал, что это возможно хорошо продуманный урок и поучила детей защищать свою добычу. Меня беспокоил Дюме и я поехала к скале леопарда, чтобы вызвать по радио доктора Хартерна. Но он уже уехал в новогодний отпуск и мне пришлось поговорить с другим ветеринаром, который посоветовал прибавлять в еду Дюме распаренную костяную муку и от матери его не забирать. Он считал, что Дюме растянул сухожилие и недели через 2-3 будет здоров. На следующий день к моей радости Дюме как будто чувствовал себя лучше, но ни на шаг не отходил от матери и бродил за ней как привязанный. Она даже ответила ему оплеуху и это меня подбодрило. Она не обращалась бы с ним так, если бы он был серьезно болен. Вернувшись в лагерь, я нашла там Джорджа. Он был в глубоком отчаянии. Дикий лев убил Сэма. Я понимала, что творится с Джорджем. Мы оба любили этого славного львенка. Он был весьма незаурядной личностью. Нам было очень тяжело, что он погиб так нелепо и так же, как Тага в канун Рождества. К счастью, 24 декабря Дюйме стало легче. Он даже немного поиграл с сестрами. Уайти все время была рядом с ним. Надеясь, что он скоро совсем поправится, я вернулась домой и занялась рождественским обедом. Я ждала Джорджа с братом Кикена Смита, который, как помнят те, кто читал Рожденную Свободной, дважды сыграл существенную роль в жизни Эльсы. С ними приехал молодой Аран. И мы провели этот вечер как нельзя лучше. Глава тринадцатая. Смерть маленького Дюма. В день Рождества у Дюмы отнялась задняя лапа. Меня мучил страх за него, и я хотела взять его в лагерь, но нужен был ветеринар, чтобы дать ему снотворное, иначе все попытки изловить его принесли бы больше вреда, пользы. Хоть и следовало ожидать, все учреждения по случаю Рождества были закрыты, и любая связь, даже по радио, была практически прервана. Пока я добивалась, чтобы к нам вылетел ветеринар, а на это ушло три дня, Гаретов со света до заката не отходил от гепардов, охраняя их от хищников и следя за переходами, которые Пиппа свела к минимуму. Дюма день от дня становилась хуже. Теперь он мог легко попасться в зубы любому льву. Я больше не решалась оставлять его на ночь в зарослях и попросила Джорджа помочь мне поймать его. Но чтобы не встревожить гепардов, как в прошлый раз, Джордж не стал подходить и наблюдал за ними в бинокль. Я протянула малышу кусок мяса, но, несмотря на все мои старания вести себя как можно непринужденнее, он все же что-то заподозрил и заковылял прочь на двух здоровых лапах, да так торопливо, что у меня не хватило духу преследовать его, это было бы жестоко. Я решила пойти на виск и переждать еще одну ночь, последнюю ночь в зарослях. Утром должен был прилететь доктор. Наутро мы едва отыскали семейство. Несомненно, они стали осторожнее после нашей попытки изловить дьюмы. Я приготовила совсем немного мяса, чтобы спрятанное в нем снотворное подействовало скорее. Но дьюма не давал себя одурачить и изо всех сил повылял в сторону, как только я подходила. Пиппа тоже забеспокоилась и увела детей. Около полудня я встретила ветеринара в Кенмире и сразу же привезла его к гепардам. Не успели мы показаться, как дьюмы спустился на утек, а за ним уайти, и оба исчезли из виду. Меня очень беспокоило, что бедняга дьюмы вчера поел совсем немного, а сегодня у него ни кусочка во рту не было. Но нельзя было пугать его еще больше, и мы решили сначала добиться доверия Пиппы. Мы осторожно подошли поближе, присели в двух ярдах от нее и заговорили с ней очень спокойно, так что она немного спустя разрешила ветеринару погладить себя и даже слегка прикусила его руку. Мы не ожидали такого успеха. Теперь, когда нам была обеспечена ее дружба, мы ушли домой. Утром нам на помощь приехал Джордж, и захватив в Кенмире расскажу, мы проехали примерно полдороги до логова гепардов. Там я попросила Джорджа и ветеринара подождать, пока я не сообщу им, как обстоят дела. Мы с Гариту пошли вперед, нагруженные козьей тушей, и едва не налетели на спящего носорога. Его невозможно было отличить от термитника, пока он не зашевелился. Два часа мы бродили, таща на себе тяжеленную тушу, пока не отыскали гепардов и не избавились от нее. Все семейство набросилось на мясо, но маленький Джюме где-то скрывался. Неужели он опять испугался? Я послал Агаиту за ветеринаром, тот должен был подойти на пятьсот лярдов и спрятаться, чтобы гепарды его не видели. Ему пришлось просидеть там два часа, как раз столько, сколько понадобилось, чтобы Джюме отважился подойти ко мне. Он был очень голоден, два дня без еды и все же отшатывался, как только я протягивала ему миску с молоком, в котором было подмешано снотворное. Чтобы завоевать его доверие, пришлось дать ему небольшой кусочек печенки с таблетками поливитаминов. Но мне понадобилось величайшее терпение, чтобы скормить ему снотворное. Я проливала молоко прямо ему на лапы, а он слизывал его. Да так и принял всю порцию. Потом я отошла к ветеринару, и мы стали ждать, пока Джюме хотя бы задремлет. У кошек вообще неожиданные реакции лекарства. И ветеринар рассчитал дозу снотворного на минимальный вес в 10 фунтов, чтобы в случае необходимости увеличить его. Этого явно оказалось недостаточно. Через два часа его застало дюйма вполне бодрым. Единственным признаком действия ларгостила было то, что мигательная перепонка третьего века слегка прикрывала глаза. Козу доели, и Пиппа, спрятав остатки, перешла с молодыми в кусты, ярдов на сто дальше. Мы с ветеринаром завтракали тут же на траве, чтобы дождаться действия снотворного, но маленький дюйма засыпать не собирался. Мы не видели никакой возможности увеличить дозу, поэтому решили поймать его и впрыснуть быстродействующее снотворное. Мы стали подходить ближе. Увидев ветеринара, все самки удрали в кусты, ярдов за сто, а я погналась за дюйму. Он отчаянно ковылял, словно спасая свою жизнь и так быстро, что мне было нелегко нагнать его. Только когда он, видимо прибегая к последнему средству спасения, попытался вскарабкаться на дерево, я стащила его вниз. Совершенно обессиленный, он лежал без движения, только сердце отчаянно билось. Пиппа, бежавшая за ним рядом с нами, теперь села в трех футах от нас и смотрела, как я глажу маленького дюйма, чтобы хоть немного успокоить его. Она не мешала нам. Даже когда подошел ветеринар и, впрыснув, в быстродействующее снотворное, стал вместе со мной осматривать лапы малыша. К сожалению, он не мог установить степень повреждения и заявил, что дюймой необходимо сделать рентген в Найроби. Он советовал поторопиться, воспользовавшись полубессознательным состоянием дюймы, и ехать прямо на аэродром к скале Леопарда, откуда директор доставит их обоих в Найроби. Я послал Агаиту за Джорджем, чтобы он подбросил нас на своей машине. Пока мы ждали машину, маленькая дюйма лежала у меня на коленях. Эта поездка в Найроби приводила меня в ужас, потому что там он будет оторван от всего, что ему привычно и дорого. Но ведь иного выхода не было. Надо было думать только о его спасении. Пиппа уже отошла к оставшимся малышам, и все они напряженно следили, как мы забирали дюйма. До скалы Леопарда мы ехали минут пятнадцать. Бедный дюйма все время рычал каким-то странным голосом. Наверное, ему не нравилось ехать на машине, он впервые в жизни знакомился с этим способом передвижения. В скале Леопарда мы взвесили его, и ветеринар взял ему очередную дозу ларгостила, уже в расчете на истинный вес гепарда восемнадцать фунтов. Лететь вместе с дюйма я никак не могла. Во-первых, самолет был двухместный, а во-вторых, нужно было остаться с Пиппой, чтобы помочь ей преодолеть беспокойство и сохранить ее доверие. Поэтому я договорилась с доктором, что он будет ежедневно связываться с нами по радио, а он заверил меня, что я напрасно беспокоюсь, что они сами с женой будут ухаживать за дюйма, держать его дома и следить, чтобы он не слишком нервничал. Я понимала, что отдаю дюймы в хорошие руки, но как знать, что если я вижу его в последний раз? Нелегко было у меня на сердце, когда я проводила глазами взлетающий самолет. Я сразу пошла к гепардам. Они оставались на том же месте, откуда мы увезли дюймы. Увидев нас, они бросились в рассыпную и прошло не менее получаса, прежде чем вернулась одна пиппа. Она обнюхивала землю там, где лежал дюймы, продиралась сквозь заросли, где он прятался и, не переставая, звала «Ихн, Ихн». Внучительно было смотреть, как она ищет сына. Наконец, она взобралась на дерево, с которого я стащила дюймы и стала осматриваться. Я предложила ей воды, она к ней не притронулась. Я гладила ее и шепотом объясняла, что забрала маленького дюйма, чтобы он опять стал здоровым, что больной он вряд ли выжил бы, и другие малыши из-за него тоже были бы в опасности, ведь ей пришлось бы в первую очередь его защищать от врагов. Она как будто поняла меня и тихо замурлыкала. Солнце уже заходило, и я представила себе, как маленький дюйма приземляется, он крепко спит и, знать не знает, какой страшный зверь доставил его в Найроби. Размышляя о его болезни, я вспомнила, что он девять дней волочил переднюю лапу, а потом отказал и заднюю. Из-за этих больных лап он не мог драться за пищу. Несомненно, именно поэтому он так быстро сдал. Утром я надела тот же костюм, что и вчера, надеясь, что запах дюйма обеспечит мне доверие пиццу. Она опять была на дереве, где я изловила дюйма. Молодые сразу же убежали. Пицца долго обнихивала мои шорты, а потом принялась за еду. Позже появились и молодые, но они вели себя очень осторожно, не стали играть и, сидя на поваленных деревьях, все время оглядывались. Их мать тоже поминутно озиралась и все время звала Ихн, Ихн, Вечером директор передал нам сообщение ветеринара. Рентген обнаружил перелом предплечья на передней ноге и перелом задней голени. У фиксирующей повязки нет необходимости, ни гвоздей, ни гипса не будет, потому что переломы легкие, но задняя нога все же останется более короткой, хотя и не настолько, чтобы сильно мешать ему. через 10 дней сделают новый рентгеновский снимок, и если он покажет улучшение, мне отдадут Дюма, но придется недели 3-4 подержать его в лагере, перед тем, как снова выпустить на свободу. В конце разговора доктор попросил меня не волноваться. Он сделал Дюме прививку против болезней, от которой в Найроби страдали многие кошки. Разговор этот меня успокоил. Конечно, я все равно рвалась в Найроби, чтобы как можно скорее подбодрить маленького Дюмы, но стоило мне увидеть Пиппу на следующий день, как все планы вылетели из головы. Она все еще оставалась на том же месте, где был пойман малыш, вынюхивала его следы на песке и звала не умолкая ихм-ихм-ихм. А остальные дети тихо сидели на деревьях и смотрели в пространство. В канун Нового года я попросила у директора парка проигрыватель и как только стемнело поставила фонограмму «Изрожденный свободной». Музыка приобрела особую глубину в безмолвии африканской ночи, и я вспомнила о молодом авторе Джоне Хеминвере. Он совсем недавно навещал нас. Он тогда писал книгу о тех, кто посвятил жизнь дикой природе и после разговора со мной, Георджем и еще несколькими людьми сказал так «Жители зарослей стремятся к той неограниченной свободе, которую может дать только жизнь среди дикой природы». И сознавая, как я счастливо, что могу вести именно такую жизнь, несмотря на все заботы и огорчения, которые порой приносят близость к диким животным, я предложила тост за новое счастье для всех и особенно для маленького Дзюмы. Целых шесть дней семейство не уходило с места, где был пойман Дзюмы. Они постоянно звали и искали его. Только теперь, когда я увидела всю семью в подавленном состоянии, я поняла, как необходим был им этот маленький предводитель. Их отчаяние разрывало мне сердце. В празднике мне не удалось связаться с ветеринаром, а когда я наконец поговорила с ним 3 января, оказалось, что Дзюмы в первые дни объявил голодовку и только сейчас стал понемногу успокаиваться и брать еду. К его возвращению мы подготовили вольер примерно в 20 квадратных ярдов, в котором было небольшое деревце и закрытое помещение для сна. Вольер был недалеко от моей палатки. 6 января ветеринар сообщил, что Дзюмы быстро поправляется и можно надеяться, что 9 числа после рельгена я смогу его забрать. Он посоветовал мне приготовить клетку 6 на 6 футов, чтобы подержать в ней Дзюмы 3-4 недели перед тем, как выпустить в большой вольер. Утром я смотрела, как малыши прыгают с деревьев и вытят друг друга почем зря, и меня поражало, как они ухитряются не повредить свои хрупкие лапки. В последнее время Пиппа очень сурово обращалась с детьми, а иногда решительно нападала на них, и я пришла к выводу, что она обучает их приемам самозащиты. Ночью с 8 на 9 января я внезапно проснулась от сильной тревоги за Дьюмы. Наутро я связалась по радио с ветеринаром и вот что услышала, ночью Дьюме умер. До 6 все было хорошо, оба перелома почти срослись, вечером его тошнило, но я дал ему лекарство и он снова стал есть. Сегодня утром я нашел его мертвым. Вскрытие показало, что он умер от инфекционного кошачьего энтерита, хотя я умел ему 4 кубика вакцин хехста. Сдерживая слезы, я спросила, значит, Дьюмы погиб от болезней, который заразился в Найробе? Доктор ответил «Да». Я знала, каким молодцом был наш маленький Дьюмы и поняла, что он так легко поддался болезни только потому, что тоска понизила его сопротивляемость и ему не хотелось больше жить. Мне было невыносимо трудно показаться его семье. Они ждали иду, оставаясь все еще возле того места, где мы забрали Дьюмы. Когда они наелись, я сел рядом с Пиппой. Казалось, она поняла мое горе и догадалась, что произошло, потому что не мурлыкала и не лизала мне руки, как в тот раз, когда я рассказывала ей об оздоровлении Дьюмы. Слишком расстроенная, чтобы заниматься повседневными делами, я решил поехать в лагерь Эльсы и постараться воспоминаниям о ней развеять свое горе. Меня преследовала мысль, что я должна была поехать в Найроби, чтобы маленький Дьюмы воспрянул духом, увидев рядом знакомое лицо. Многие люди считают, что животные ничего не чувствуют, когда умирает кто-то из них, разве что иногда немного скучают. Но я видела, как вели себя дети Эльсы после ее смерти. Я видела и то, как Питпа с дочерьми искала призвала Дьюмы и теперь убеждена, что они способны на гораздо более глубокие чувства. Моя уверенность в этом только возросла, когда на следующее утро мы обнаружили гепардов далеко за пределами той территории, где бывал Дьюмы. Можно ли считать это простым совпадением? Или они ушли, как только Питпа поняла по моему поведению, что Дьюмы никогда уже не вернется? Когда мы подошли, гепарды лежали на термитнике. Вдруг появились три буйвола и так близко, что нам стало не посидеть. Но гепарды не обратили внимания на этих мощных животных. Их гораздо больше интересовала кобра, которая, извиваясь, ползла у подножия термитника. Лотянув шеей, они следили за страшной змеей. Эта кобра была длиннее всех, каких мне только приходилось видеть и толщиной с мою руку. Я закричала, чтобы малыши не вздумали ссунуться к ней. Но, к счастью, змея быстро заползла в какую-то дыру. Земля вокруг этого термитника была изрыта трубкозубами, и змеи здесь явно водились во множестве, так что я стала волноваться за жизнь гепардов. Но им это место нравилось, и они часто там играли. В этот день малышей так и распирала энергия, и они носились вокруг термитника, вверху у них по его склонам, фикировали друг на друга с верхушки или скатывались кучей вниз к подножию. Наконец, набегавшись, они разлеглись на термитнике, и тут у Айти в первый раз взяла мою руку в пасть. Амбилия даже позволила погладить тебя. Только Тату по-прежнему оставалась нелюбимой. Она отползала, даже когда я на нее пристально смотрел. Глава 14 Спасение у Айти Вечером этого дня мой лагерь посетила группа из Швейцарии. Среди туристов был доктор Деватвиль, всемирно известный гинеколог и большой любитель животных. Мы заговорили о том, что препятствует размножению гепардов в неволе. И он высказал предположение, что на поведение самки сильно влияет окружающая обстановка. Гепарды чувствуют себя хорошо только тогда, когда могут беспрепятственно бегать на свободе. Кроме того, для них характерна инстинктивная потребность скрываться, так что искусственные условия могут повлиять на самку очень неблагоприятно. Чем больше я жила рядом с семейством пиппы, тем больше меня поражала их тончайшая восприимчивость не только по отношению друг к другу, но и ко всему, что их окружало. Потому для меня было совершенно неожиданно, что они реагировали гораздо больше на цвет, чем на физические признаки. молодые молодые каждый раз удирали, увидев мой зеленый плач или защитного цвета костюм вместо привычного кремового полотняного пальто. Хотя и для нас цвет тоже не безразличен, но все же людей мы узнаем скорее по их облику или характерным движениям. Конечно, мои выводы основаны только на наблюдениях за львами и гепардами, но они определенно не узнавали нас в незнакомой одежде. В последнее время, начитавшись самых противоречивых статей о том, что полосы, пятна и многие другие отметины у животных могут для того, чтобы остальные узнавали их по незначительным индивидуальным вариациям этого узора, я куглин нарисовала на своем кремовом пальто полосы. На моих сотрудников этот маскарад произвел потрясающее впечатление. Но гепарды не обратили на полосы никакого внимания и даже не заметили мой индивидуальный узор. Привычка удинать от незнакомых людей целиком зависит от того, насколько животные приручены. Это проявилось особенно наглядно, когда приехала киногруппа, чтобы заснять нашу работу по возвращению животных к дикой жизни. Джордж в последнее время позволял всем посетителям общаться с львами, даже разрешал им ходить среди животных, и его прайд отнесся к группе спокойно. Но я не подпускала к гепардам чужих, и теперь согласилась на съемки лишь при условии, что снимать будет только один оператор, и только в том случае, если его присутствие не обеспокоит гепардов. Мы потратили бездны терпения и проявили величайший такт, но все-таки Пиппа с молодыми на второй день скрылась и не появлялась целую неделю. Однажды вечером мы наконец отыскали их, но и тут за нами пошла только Пиппа. Она подошла к лагерю примерно на пол мили и уселась на земле. Пока я готовила еду, стало почти совсем темно, и Лай Павианов показывал, что молодые где-то неподалеку. Они не получали мяса из моих рук целую неделю и все-таки не вышли из укрытия. Я прождала два часа и ушла домой. Весь следующий день мы провели в поисках. Когда стемнело, Пиппа опять появилась одна, оставив молодых в укрытии. Прошло немало времени, прежде чем она разрешила им подойти своим пр-пр, и все отлично пообедали. На обратном пути нам попали пять зебр греви с жеребенком, который ковырял на трех ногах. Одна из передних ног у него беспомощно болталась. За последние три недели мы не раз встречали эту компанию. Они держались на одном месте, видимо, ожидая, когда поправится жеребенок. Я подумал о том, как хорошо зебра защищает своего сосунка, который был гораздо серьезнее искалечен, чем дюмэ, и поняла, что нельзя было разлучать его с пиппой. Вообще, какое мы имели право вмешиваться в жизнь другого вида? Разве каждый вид не приспособлен к тому, чтобы слушаться своих инстинктов и бороться за существование только вместе со своими сородичами? Неужели у нас мало доказательств, чтобы осознать, к каким опаснейшим последствиям приводит наше вмешательство в природное равновесие? Как нам удалось примирить свою совесть с этим постоянным превышением наших прав? И все же, могу ли я поручиться, что не стану вмешиваться, если что-нибудь снова стрясется с моими гепардами? На другой день мы обнаружили, что гепарды ушли еще дальше, к густому лесу, который мы прозвали Буйволиной Чащей, потому что там всегда было полно следов буйволов. От лагеря туда было полчаса ходу. Лес находился примерно на полпути между ручьем и Ройеверу. Молодые с упоением прыгали с поваленного дерева. Вдруг я заметила, что одна из передних лап Кумбили слегка вывернута наружу. Немного погодя, она присела в сторонке, и ее начали корчить судороги, точно такие, как у Джюмы в начале болезни. Это было ужасно, ведь малыши великолепно развивались четыре месяца. Откуда вдруг эти признаки рахита? Что я могла сделать? Только давать ей двойную порцию фарекса, который она очень любила. Но чтобы уговорить ее есть поливитамины и костовую муку, я истощила всю свою изобретательность. Только впоследствии я узнала, что в период бурного роста кошки нуждаются в большом количестве минеральных солей и стараются получить их, поедая глину и слизывая песок друг с друга. Несколько дней гепарды провели в этом месте, не обращая внимания на множество буйволов. Билли вела себя спокойно, и я с радостью заметила, что ее лапа поправляется. К счастью, она так обожала молоко с фарексом, что каждый раз несла с камня со всех ног и успевала наесться, пока не налетали ее сестрички и не поднимали свару из-за остатков. Они разом залезали головами в маленькую миску и разбрызгивали все содержимое друг на друга. Но этому мирному существованию пришел конец. Началось нашествие львов, которых привел сюда их охотничий инстинкт. По дороге к Пиппе мы встретили пять львиц, львов. А потом чуть не столкнулись с пятью слонами в буйволенной чаще. Так что я не удивилась, обнаружив исчезновение гепардов. Во время поисков мы разбудили дремлющего льва. Его темногривая голова внезапно поднялась над дровой не больше, чем в двадцати ярдах от нас. Он посмотрел на нас долгим взглядом и удалился рыстой. В другой раз мы видели двух львиц на водопое у Рееверу, а Пиппа особенно любила это место. Немного погодя, мы заметили гепарда, который прыжками несся прямо в ту сторону, где были львицей. Может быть, это был спутник Пиппы. Он был очень темный и недалеко от его следов мы нашли следы Пиппы с детьми. Ночью львы прошли мимо нашего лагеря и ушли по дороге к Кенмеру. В противоположной стороне мы нашли гепардов на девятый день. После мучительных поисков мы возвращались домой и вдруг увидели вдали кружащихся грифов. Пройдя немного в том направлении, мы нашли Пиппу, отчаянно защищавшую от грифов остатки водяного козла. Молодые с набитыми животами отдыхали, слизывая друг с друга кровь. Они очень хотели пить, сразу бросились в знакомой миске с водой и лакали не отрываясь. Я внимательно следила, чтобы они не проливали драгоценную воду, которую мы полдня таскали с собой, и была так поглощена этим, что не заметила, как из зарослей вышли три слона. Я увидела их, только когда они подошли к нам вплотную. Мы бросили всю и обратились в бегство. На следующее утро, когда мы вернулись за миской для воды, все семейство бесследно исчезло. Мы нашли только остатки цесарки, которую должно быть убило пиппо. Следующую неделю она провела под акацией, которая росла в одиночестве на краю бунволиной чащи. Мы назвали ее угловой акацией. Это была типичная зонтичная акация, прямой ствол без единого сучка переходил в плоскую крону. Разумеется, для молодых было непреодолимым искушением забраться вверх по двадцати футовому стволу. В ловкости они теперь почти не уступали пиппе. Вцепляться когтями в кору и деем задеемом подтягивать стол вверх по стволу было не так уж трудно, а вот спускаться совсем другое дело. Чтобы спуститься, они сползали по стволу, потом прыгали и приземлялись на прямые ноги. Нужно знать строение лап гепарда, чтобы ответь эту эфилибристику. Я всегда поражал, как это из тонких косточки выдерживают такое приземление и не ломаются. Примерно в десяти минутах ходьбы было еще одно, более удобное убежище под большим тамариндом, в тени которого располагался черметник, идеальное место для отдыха и осмотра местности. Дерево росло там, где равнина гамбо начинало полого спускаться к луэру, текущей на расстоянии полумилей. Логово было скрыто нижними ветвями и гепардом был виден не только прибрежный кустарник, но и вся равнина в той стороне, где был наш лагерь. До него было не больше двадцати минут ходу. Несколько раз мы находили следы гепардов на узкой звериной тропе, ведущей от тамаринда к нашему лагерю, но ни разу пиппа не позволила детям подойти ближе, чем на четыреста ярдах. Им уже исполнилось пять с половиной месяцев, и мне было очень любопытно выкинуть в ночь, на которой они находились со дня рождения. Оказалось, что пиппа обвела их вокруг лагеря по кругу диаметром примерно пять миль. После окончания дождей вернулись слоны слоны, и небольшими стадами то там, то тут переходили равнину. Они двигались совершенно бесшумно, и мы однажды едва спаслись, столкнувшись нос к носу со слоном, затарившимся в зарослях. Каждую ночь я теперь могла наблюдать, как они собираются у своего любимого дерева на другом берегу. Я поставила ковать так, что могла осмещать их фонариком, не поднимая головы. Но, несмотря на это, мне приходилось бодрствовать и держать ухо востро, как я заведовала полному равнодушию гепардов к слонам и к прочим толстокожим. В шестом февраля мы нашли семейство под небольшим кустом возле угловой акации. Я положила мясо на землю и все бросились к нему, кроме Уайти. Когда она появилась, я похолодела от ужаса. Она еле ковыляла, а левая передняя лапа волочилась, болтаясь у запястья. Подозрительно косясь на меня, она подобралась к Пиппе и все время пряталась за нее. Уайти всегда была очень приветлива, а теперь она яростно зашипела, стоило мне взглянуть на нее. Когда же я попробовала подойти, она совсем разбесилась. Что мне оставалось делать? Она не могла наступать на лапу, очевидно, это перелом. Я решила оставить ее с Пиппой. Потом я вызвала по радио доктора Харперна, и он одобрил мое решение, но на всякий случай предложил прислать снотворное, вдруг Уайти станет хуже, и мне придется взять ее в лагерь. Я вернулась из этой экспедиции как раз вовремя, чтобы помочь отгонять слона, который направлялся на кухню. Налетелся на дерево в каких-нибудь двадцати ярдах от палатки рабочих, он затопал прочь. Как только стемнело со всех сторон зарычали львы, и совсем близко послышался отчаянный вопль зебры. Почти всю ночь я слышала мой гиен и тявкань шакалов, сбежавшихся к добыче. Утром мы со всякими предосторожностями пошли к этому месту. Оно находилось в ярдах в двухстах выше по течению, и его легко было обнаружить, потому что на деревьях в огромном количестве расселись грифы. Подойти поближе нам не удалось. Львы все еще были возле добычи, но на том месте, где происходила борьба и откуда львы оттащили тушу в кусты, мы увидели переднюю ногу молодой зебры деревьей, на которой ясно различался старый перелом. Сомневаться не приходилось. Это был тот самый бедняг и жеребенок, за которым мы следили семь недель. Увечье все же стало причиной его гибели. Было ли это случайное совпадение? Или трагедия произошла так близко от лагеря, чтобы я осознала, что даже самая смелая мать не в силах защитить свое искалеченное дитя? Не пора ли мне подумать об Уайти? Мы пошли к угловой акации. Уайти не стало хуже. Она достаточно быстро бегала на трех ногах, да еще и отбивалась, если сестры слишком наседали на нее. Но защитить от них свою еду она никак не могла. Я была к этому готова и собиралась кормить ее из рук. Специально для этого я захватила брезентовые рукавицы, которые надевала возя тагой. Для того, чтобы Уайти убедилась в моих дружеских намерениях, потребовалось неистощимое терпение, но я твердо решила, что она не должна терять в весе, и чем раньше она начнет брать у меня пищу, тем лучше. Постепенно, стараясь не удаляться от своего семейства, она стала есть у меня из рук. В это время Пиппа забралась на самую верхушку дерева и, балансируя на тонких ветках, поддразнивала прр-прр- словно хотела сказать «Смотрите, какая я ложкая!» Я представить себе не могла, зачем она подстрекает малышей заниматься такими опасными играми. Может быть, она боится, что после несчастья свайте, они перестанут лазить, а ведь это умение может им пригодиться в борьбе за жизнь. Вполне возможно, что гепарды стали карабкаться на деревья совсем недавно, после того, как человек вытеснил их в лесистые области из привычных мест обитания на равнинах. И хотя они овладели техникой древолазания, природа все-таки не снаббила их стяжными когтями или перестающими к поверхности подушечками, и ноги у них длиннее, чем у тех видов, которые приспособлены к лазанию по деревьям. Может быть, высокая смертность среди молодых гепардов объясняется тем, что они часто травмируют лапы, пытаясь приобрести навыки, не свойственные им от природы? На следующее утро пикпость семейством перешла дальше на полмиле. Ей явно мешали грифы, которые последние два дня несли свою жуткую вахту на угловой акации. Эта длинная прогулка ухудшила состояние Уайти. Она ступала чрезвычайно осторожно и при этом так боялась меня, что мне было очень трудно накормить ее из рук и тем самым обеспечить ей дополнительную подкормку. Она была необыкновенно красива и гораздо сильнее остальных, поэтому особенно больно было видеть ее искалеченной. Вечером сидя в ванне я услышал такой мощный рык льва, что впервые в жизни звук, который я люблю, нагнал на меня страх. Я выскочила из ванны и увидела льва, направлявшегося к остаткам зебры. Его громоподобное рычание сотрясало все вокруг. Умолк он только у самой добычи. И тревога за Уайти с новой силой охватила меня. Наутро мы увидели, что Питпа увела молодых еще дальше к горелому дереву, лежавшему на выжженной земле. Малыши с наслаждением вывалились вдали и стали похожи на петнистых трубочистых. Наверное, у Уайти было очень грустно от того, что она не могла резвиться вместе со всеми. Почти все утро она сосала Питпу. В этот день малышам исполнилось шесть месяцев. Питпа была очень нежна с Уайти и не двигалась, когда та подходила к ней приласкаться. Так и не придумав, что сделать, чтобы помочь малышке, мы пошли домой и сразу же напоролись еще на одну львицу, а других слышали издали. Тут я окончательно решила взять у Уайти влаги. Я поехала к скале леопарда и попросила директора парка слетать в Найробик жестно-творным. Он согласился. Утром мы напрасно разыскивали семейство. Тем временем уже был доставлен ларготил с инструкцией ввести один миллиграмм на фунт веса. Предположив, что Уайти весит около двадцати пяти фунтов, я приготовила соответствующую дозу. Нам пришлось порядочно побродить, прежде чем мы разыскали семейство в зарослях кустарника мили на полторы дальше, чем вчера. Уайти сильно проголодалась и с жадностью проглотила кусочек мяса, в котором было спрятано снотворное. Оно должно было подействовать в течение получаса. Прошло два часа, а она все еще и не думала засыпать, даже подошла напиться. Но солнце спускалось, я боялась потерять Уайти в темноте, и поэтому, дождавшись, пока она опустит голову в миску с водой, схватила ее. В мгновение ока она укусила меня в руку в бедро и икру, и я, обливаясь кровью, была вынуждена отпустить ее. На этом не кончились все наши попытки изловить ее. Но я не могла оставить ее на ночь под действием наркотика и уговорила Галилиту и Стэнли подождать вместе со мной, пока снотворное не подействует. К счастью, луна светила довольно ярко, и часа три гепарды были видны сравнительно хорошо. Потом Уайти показалась мне сонной, и я потихоньку стала подкрадываться к ней. Но когда я подошла слишком близко, она удрала. Прислушиваясь к воплению и ворчанию львов, мы ждали, пока она станет засыпать. Но Мбили и Тату бдительно охраняли ее и поднимали тревогу всякий раз, как только я трогалась с места. Одна лишь Пиппа еще доверяла мне, так что я дождалась, пока Уайти прилегла с ней рядом, и, притворившись, что заигрывая с Пиппой, накинула полотенце на голову Уайти и схватила ее. Прежде чем я сообразила, что произошло, она бросилась к ближайшему дереву и взобралась на него. Увидев, что я иду за ней, она прыгнула с восьмифутовой высоты и скрылась в темноте. С момента приема снотворного прошло пять с половиной часов, и его действие, если оно и было, успело давно пройти. Положение оказалось безнадежным. Уайти была на стороже, преследуя ее, мы рисковали разлучить гепардов и потерять их в темноте. Рука у меня сильно разболелась, два пальца онемели, так что я вернулась в лагерь, взяла там машину и поехала к скале леопарда, чтобы сделать укол пенициллина. Все еще думая о Буальте, я въехала в облако пыли и чуть ли столкнулась с шестью слонами. Я заметила их только когда они возмущенно затрубили позади машины. К скале леопарда я подъехала далеко за полнычь и там все давно спали. Мне было очень неловко, но директора парка пришлось разбудить. Он любезно предложил мне принять ванну и поужинать, а потом вызвал фельдшера, чтобы сделать перевязку и укол. Наконец меня проводил домой шофер на тот случай, если нам опять встретятся слоны. После бессонной ночи мы тронулись в путь, едва начало светать. Меня обрадовало, что все гепарды были здоровы и не ушли с того места, где мы их оставили. Уайти была немного оглушена снотворным и так хотела пить, что мне пришлось напоить ее, прежде чем я ей дала двойную дожу ларгоспила. Скоро снотворное начало действовать, и уайти ворча пошла за пиппой к баланитесу, одиноко растущему примерно в 500 ярдах на самом открытом месте. Пиппа всегда предпочитала эти деревья. У них не такие острые шипы, как у акафий, и они не так ранят лапы животных. Но на этот раз я не была уверена, что она перешла туда только по этой причине. Не потому ли она выбрала это место, что не более чем в 100 ярдах от дерева пас со слон? Даже когда он поворачивался к нам спиной, мы не спускали с него глаз, одновременно стараясь изловить уайти. Третье веко у нее на глазах стало отчетливо видно, а голова все время опускалась и все же у нее хватало сил уходить, когда я приближалась. В эту игру мы играли более двух часов, пока я не вспомнила, что Хартерны советовали в таком случае прекратить погоню, потому что действие снотворного уже начинает ослабевать. Но я не решал сдавать уайти больше 50 миллиграммов варгактила, так что на сегодня пришлось кончить. Мы дали ей мясо первый раз за 48 часов и она с жадностью набросилась на еду. Когда уайти сцепилась с пиппой из-за еды, я в последний раз попробовала поймать ее. Набросив полотенце ей на голову, я подняла ее с земли. Она яростно сопротивлялась, отбивалась лапами и кусалась, и тут ей на помощь поспешила пиппа. Она так свирепо налетела на меня, что я бросила уайти как раскаленный кирпич. И гепарды убежали прямо к слону. Они устроились под деревом настолько близко от слона, что мы не решились последовать за ней. И с этой безопасной позиции пиппа наблюдал за всеми нашими маневрами, а били и так стали играть. Подождав около часа, не начнет ли уайти засыпать, она оставила горит у нас стража и поехала к скале леопарда, чтобы созвониться с харторнами. Так как стало ясно, что уайти не удастся поймать с помощью снотворного, они согласились приехать через три дня и попробовать другой способ. Тони был мировой известностью во всем, что касалось нового метода временного обездвиживания животных. Но я ужасно боялась, что уайти получит слишком большую дозу, ведь мы определяли ее вес только на глаз. Тони уверил меня, что этого не случится и вообще она не пострадает. Пиппа ежедневно переводила молодых так далеко, что я убедилась, уайти никогда не выздоровеет, если я не возьму ее к себе в ноги. Но все мои попытки поймать ее оказались безуспешными. Хуже того, я почувствовала, что мои чудесные отношения с гепардами в этот день резко оборвались. Как же я поведу к ним Хартернов, если даже Пиппа больше мне не доверяет. Но на следующее утро, к моему удивлению, гепарды были настроены более дружелюбно, и даже уайти подошла ко мне, чтобы взять мальчик. На другой день мы обнаружили, что Пиппа убила молодых примерно на 700 шагов дальше, а лапа уайти сильно распухла. Она все время держалась в стороне и почти ничего не ела. на третий день Пиппа били и тату оказалась опять у сгоревших кустов, а уайти с ними не было. Я искала, искала ее и наконец нашла. Она затаилась под кустом. Когда я подошла, она неловко вылезла из куста и заковыляла к своей семье, а они ее отогнали. Я применила всевозможные ухищрения, чтобы дать ей мясо, но они вырывали у нее каждый кусок. Бедная запуганная уайти уползла в такой густой кустарник, что я никак не могла до нее добраться. Если я оставлю мясо возле ее убежища, другие его непременно стащат, и поэтому я попробовала протолкнуть кусок через колючие ветви с помощью палки, но на него немедленно наползло столько муравьев, что уайти не смогла его есть. Она так и не рассталась со своим убежищем, и все мои попытки накормить ее провалились, хотя мы потратили на это почти целый день. Мне было невыносимо жаль беднягу, но я знала, что на голодный желудок лекарства, которые должны были привести Хартерны, подействуют быстрее. Рано утром следующего дня они прилетели, и мы привезли их в свой лагерь. Джордж тоже приехал помогать. Мы наскоро позавтракали и обсудили, как будем ловить лагерь. Главное не напугать гепардов, поэтому мы решили, что пройдем вместе только полпути до того места, где я рассталась с семейством вчера вечером. Там Тони впрыснет дозу сермилана в кусок мяса, и мы с Гаитом поместим еду гепардам. Если мне удастся накормить Уайти, Гаит пойдет за Тони и привезет его ко мне, а его жена и Гаит останутся на всякой слухе ждать там же. Чтобы лекарство подействовало, нужно полчаса, значит, Тони успеет дойти до нас и сразу же помочь Уайти, если окажется, что доза слишком высокая. Мы отправились в путь. Только через полтора часа мы нашли семейство в густом инкоровом лицу. Уайти безусловно была здесь в большей безопасности, чем на равнине. Когда мы подошли, мы не показывали уж на глаза, но, увидев, что я бросила мясо, не выдержала и вышла. Она сразу же взяла кусок, несеменный лекарством. Изголодавшись за два дня, она, конечно, съела бы еще, но я не дала ей больше ни кусочка и чувствовала себя чудовищем, глядя, как она, хромая, оттащилась в сторону и смотрит издали, как остальные едят. Но ее уши до отвала, семейство отошло ярдов на пятьдесят. И Уайти вместе с совсем не сонное, хотя прошел уже час с тех пор, как она приняла лекарство. Пиппа долго и нежно вылизывала ее, а потом, в сопровождении глядя, лекарство вышло из колечья зарослей на равнину, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, поспевают ли за ними Уайти. Я уже послала же Тони. Когда он подошел, я попросила его остерегаться пить пыль, но в этом не было надобности и от него она совсем бросила Уайти. Мы стоя сидели в двадцати ярдах от малышки и наблюдали за ней в бинокль. Постепенно она стала клевать носом, опуская голову все ниже и ниже, и свалилась на бок. Мы довольно верно определили ее вес, но снотворное поделить в коротко на рассчитывание. Однако теперь оно как будто дало результата. Ожидая, что Уайти будет сопротивляться, мы подошли к ней очень осторожно, но она была совершенно неподвижна, хотя глаза у нее были широко открыты. Не пошевелилась она, и когда мы поднимали ее и укладывали в легкую дорожную сумку. Тащить ее в такую даль пожаре было трудновато. Сумку мы несли вдвоем, а третий поддерживал голову Уайти. Так что мы были рады радешеньке, когда наконец добрались до лагеря. здесь помню дал ей еще немного ларгоптила, чтобы она не проснулась во время осмотра. Я стояла нежива и мертва, пока он ощупывал ногу и ставил диагноз форез лучевого нерва. Это значило, что Уайти не нужно отправлять в нейроби. Я могу держать ее у себя, пока не пройдет форез главного нерва и не восстановится сила мышц, которая из-за нерва. Само по себе это повреждение опасности не представляло, но могло привести к травме, если потерявшая чувствительность лапа подвернется внутрь. От малейшей нагрузки она может сломаться. Хартерны наложили на лапу гипсовую повязку и заодно, воспользовавшись неподвижностью Уайти, проверили ее зубы. Ей было месяцев шесть и неделя, и то, что мы увидели, было неожиданно и очень интересно. Два постоянных коренных зуба уже прорезались. Считается, что котята гепарда до двух лет кормятся добычей матери, как львята, у которых постоянные зубы появляются только в возрасте 12 месяцев. Но Уайти уже сменила все зубы, а это значило, что она будет способна охотиться значительно раньше. Теперь, если мне удастся поддерживать контакт с семейством гепардов, я могу точно узнать, когда же молодые гепарды начинают самостоятельно охотиться и становятся полностью независимыми от своей матери. мы ввели Уайти комплекс металинов В и поместили ее в ящик таги у меня в палатке, чтобы я была рядом, когда она придет в себя. Хартфорни посоветовали мне давать ей в качестве успокоительного такой таблетки ларбоксила в день, дней десять подряд и прибавили в свободу можно снизить, поскольку она привыкнет к новому окружению. Потом они уехали. Если бы с чью и то не знали, как я была им благодарна. Проводив их, я почувствовала, что у меня все плывет перед глазами и легла, чтобы хоть немного передохнуть после напряжения последних часов. Нам очень повезло, что Питпы не было поближести. Но что же будет в Суайти? Ведь, судя по всему, Питпа вообще ее бросила? Удастся ли мне вернуть ее в семью или ей суждено остаться домашним животным? Она пришла в себя около пяти часов утра, и я отдала ей полтаблетки ларгактила с глюкозой, чтобы она не рвалась на волю. Когда она успокоилась, мы перенесли ее в маленький вольер, сделанный еще для дюмэ. Теперь мы к нему пристроили более просторный вольер, куда Уайти будет выходить, когда ей станет лучше. Оба вольера были забраны сплошной решеткой и находились внутри большого загона. В десять часов утра я услышал какую-то войну. Не успела вмешаться. Уайти сорвала слабую гипсовую повязку. В конечном итоге это было к лучшему, потому что потом мне не удалось бы снять гипс без снотворного. Наконец-то я мог дать ей хорошенько поесть. Первую за три дня. В мясо я спрятала вторую половинку таблетки ларгактила. Вскоре появился аран. он согласился взять на себя роль сиделки в те часы, которые придется проводить с семейством гепардов. На свежие следы гепардов мы наткнулись у зарослей, где 12 дней назад впервые заметили, что Уайти больна. Такие же следы попали с нами еще в нескольких местах, где гепарды бывали в последнее время. Наконец, мы увидели Пиппу. Она обнюхивала то место, где мы поймали Уайти. На нас она даже не посмотрела, и все время, пока там Билли и Тату управлялись с мясом, которое мы принесли. Продолжала звать и высматривать Уайти. Подошла она к нам нескоро, а подойдя, лезнула мою руку и легла рядом. Она была необычайно спокойна. Потом она вместе с детьми проводила нас до угловой Акации. Там они и остались. Когда мы вернулись в лагерь, Уайти все еще дремала, но к закату встрепенулась, стала ходить вдоль клетки, сонно осматриваясь, и вдруг позвала голосом, от которого разрывалось сердце. Короткие резкие вскрики сотрясали все ее тело. Немного погодя, мне удалось ее успокоить, и мы мирно сидели рядом, но тут на другом берегу появились слоны и приступили к своей ночной трапезе. Бедная Уайти вся затряслась от ужаса, ей, видимо, казалось, что она попала в ловушку. Она задрожала еще сильнее, услышав отдаленное рыканье льва, так что ночь я провела рядом с ней, перетащив свою раскладушку в вольер. Еще десять дней пришлось держать ее на снотворном, и это сказалось на ее здоровье. Начался запор и поднялась температура. Хартерны предупреждали меня об этом и советовали для облегчения обрызгивать ее водой в самую жару. Вот это ей пришлось по вкусу. Она ела с аппетитом и выражала свое удовольствие новым милым звуком «ням-ням-ням», но никогда не мурлыкала. Как это не грустно, Уайти не возлюбила Арана, и, завидев его, яростно бросалась на сетку. Но мне больше некому было доверить важное дело отгонять павианов. Они вызывали у малышки такой ужас, что она непроизвольно испражнялась, услышав их гавканье. Большей частью Уайти невыносимо скучала, и чем несчастнее она себя чувствовала, тем непримуринее отнесилась к нам. Вскоре она стала шутить и рычать даже на меня, и успокоить ей удавалось только с вещью молока с фарексом. Она так обожала эту смесь, что у нее даже выработалась привычка вывязывать миску до блеска. А пока она была поглощена этим делом, я гладила ее и старалась с ней подружиться. Уайти сильно отличалась от других сумеречных животных. К закату она успокаивалась. Тогда я усаживалась к ней поближе и даже слушала последние известия по радио. Удивительно, что она не реагировала на этот искусственный шум, а ведь молния и гром нагоняли на нее панический страх. Вдобавок ко всем остальным неприятностям у нее болезненно резались зубы, и я не успевала убирать куски дерева, которые она пережевывала в кашу. Под конец она сделалась совершенно неукротимой, даже миску с молоком вышибала у меня из рук, заливая меня с головы до ног. Тогда я решила больше не давать ей ларгактил, мне говорили, что люди иногда тоже становятся агрессивными после длительного употребления снотворного. Немного легче стало, когда я открыла дверь в дополнительный вольер, и у нее оказалось больше места для беготни, но, несмотря на это, она с каждым днем делалась все более злобной. С одной стороны, это меня даже радовало, потому что мне не хотелось, чтобы она приручалась и теряла инстинкты дикого дверя, но как было управиться с ней, если она старалась ударить меня лапой или задевалась в самый дальний угол, когда я приносила еду? Глаза у Айти всегда были изумительно красивы, с очень мягким взглядом. Теперь же она смотрела на меня с нескрываемой ненавистью, жесткими, убийственно жесткими глазами. Впрочем, за что она должна была меня любить после того, что случилось? Раньше она всего-навсего терпела меня как друга Пиппы и знала, что я уже давно добываю для нее пищу. Правда, я продолжала кормить ее, но ведь это я отняла у нее семью и свободу. Через несколько дней лапа у нее зажила достаточно, чтобы можно было выпустить ее в большой вольер. Когда я открыла дверь, у Айти не вышла из внутренней загородки. Только несколько часов спустя она осмелилась бегло осмотреть свои новые владения, но тут же вернулась в знакомую загородку и не выходила из нее до следующего дня, хотя двери были открыты. У Айти вела себя так же, как все дикие животные, которые после поимки не хотят расставаться со своей первой клеткой, единственным знакомым помещением и не торопятся выходить в просторные вольеры зоопарков. Это типичная реакция, вполне понятна, но торговка дикими животными, чтобы оправдать свое ремесло, заверяет, что животным нравятся честные клетки. Бедная Уайти, как я могла ожидать, что она станет лучше ко мне относиться даже с переходом в самый большой вольер, ведь и там решетка все еще отгораживала ее от семьи и от жизни на свободе. Единственное, что у нее теперь было, возможность еще дальше убегать от меня, потому что меня она естественно считала причиной всего, что с ней стряслов. Тем временем Пиппа постепенно перевела молодых бежек к лагерю и снова разместилась на чермитнике возле Тамаринда. Убили и Тату великолепно проводили время, играя на нижних сучьях, но сама Пиппа никогда не участвовала в этих играх и все время казалась подавленной. В тот день, когда я выпустила Уайти в большой вольер, Пиппа подошла к лагерю на расстоянии милий, ближе, чем когда-либо за последнее время. Мне казалось, что следует использовать эту возможность и подменить ее поближе к Уайти, чтобы они могли поддерживать друг друга до тех пор, пока снова не будут вместе. Сначала все было прекрасно. Гепарды основательно проголодались и охотно пошли за корзиной с мясом. Но вскоре они что-то заподозрили и то и дело усаживались на землю, так что только через два часа в конец измечившись, я подманила их на расстояние примерно 150 ярдов от лагеря. И здесь они точно вросли в землю. Ничто не могло заставить их тронуться с места. Я дала Питте обнюхать свои шорты, потому что на них был запах Уайти. Может быть, это заставит ее подойти поближе. Я громко произносила имя Уайти и показывала в ту сторону, где она сидела. Я подошла к ее вольеру, ожидая, что Уайти тоже начнет звать Питту вместе со мной. Но доделось только одного. Питт попрыгнула на дерево и стала оттуда пристально рассматривать лагерь, даже не пытаясь подойти. Наконец, я прибегла к последнему способу удержать ее возле лагеря. Положила мясо на землю. Все гепарды накинулись на него, но, поспешно проглотив льду, ушли обратно на старое место. В отчаянии я вернулась к Уайти. Она сидела, вжавшись в решетку и не сводила глаз с равнием. Я попыталась отвлечь ее внимание и принесла молока. Снова налила миску и стала ждать, чтобы она подошла к своему любимому лакомству. Через час мое терпение лопнуло и я ушла. Она тут же вымокала все безостатки. Чтобы хоть как-то скрасить у Айти обстановку, которая стала для нее невыносимой, мне не оставалось иного выхода, кроме одного, давать ей ежедневно по четверть таблетки ларбактива. Это вскоре оказало свое действие. Она стала брать пищу у меня из рук. Так как мне не удалось заставить Пиппу подойти к Уайти, подманивая ее куском мяса, приходилось изобретать новое средство, чтобы воссоединить семью. Снова усыплять Уайти не имело смысла. Неизвестно, останется ли с ней Пиппа до того момента, когда она придет в себя. А если она примет ее за мертвую и совсем бросит? Я попросила привести магнитофон, надеясь, что призовы Уайти, записанные на пленку, заставят Пиппу прийти за своей дочерью. Если и это не поможет, мне придется приручить бедняжку. Поэтому я заранее заказала поводок для прогулок, футбольный мяч и несколько камер, чтобы ей было в чем играть. Сама тем временем сделала шар из бумаги и подвесила на верешке, так что она могла достать его лапой. Я размахивала тряпкой у нее перед носом и катала рядом небольшую камеру, но эти неживые игрушки ей скоро надоели. С картонными коробками из-под яиц дело пошло лучше. Она подолгу возилась, раздирая их на мелкие клочки, но вскоре и они ей наскучили. Часами сидела она, устремивши взгляд на равнину, звала Питту или бегала взад и вперед вдоль решетки. Особенно она беспокоилась, когда видела, как мы уходим. А нам часто приходилось отлучаться на поиски ее семьи. гепарды снова вернулись на то место, где была поймана уайки, но ночью мы слышали сопение льва в той стороне и не могли отыскать их целых трое суток. Для безопасности мы запирали уайки в маленьком вольере на ночь. Ох, как ей это не нравило. приручать дикое животное, чтобы снова вернуть его к жизни на свободе, какая жестокая насмешка, самое главное и существенное не дать ей потерять связь с семьей, и мы очень надеялись, что гепарды все-таки примут ее обратно. Но сколько мы не искали, нам не удавалось узнать, куда они делись. Вечером 14 марта я никак не могла заманить уайки в спальню. Она даже разрешила мне гладить себя, только бы не слезать с крыши клетки. Я легла спать, но она все еще оставалась там. За всю ночь она не издала ни звука, хотя рядом ревели два льва, а рано утром я услышала, как она носится по вольеру полная нерастраченной энергии. Я попросил Агаиту пойти посмотреть, не вернулась ли Пиппа к термитнику под Тамариндом, а сама занялась кормлением уайки и уборкой ее вольера. Уайки была удивительно ласково, все время заигрывала со мной. Вдруг я услышал, что возвращается Гаиту. Он шел и распевал песенку, которую я как-то сочинил, чтобы звать своих гепардов. Пиппа, пиппа, пипаланка, пиппа, пиппа, пиппала. Идем, идем, идем. И точно следом за ним показалось Пиппа, Мбили и Кату. Они бежали в такт песенки. и прежде чем я успел сообразить, что происходит, пиппа уже перемахнула по сваленному дереву на наш берег и устремилась прямо к вольеру уайки. С минуту обе они не знали, что делать. А потом с мурлыками стали лизать друг друга через сетку. Потом сестры тоже перешли через реку и вытянув шеи стали звать уайки, а она отвечала чириканьем. Я открыла дверь, но уайки была слишком взволнована и не заметила этого. Вытянувшись, она смотрела, как пиппа старается прорваться через решетку. Она несколько раз проскочила мимо двери, но потом мне удалось подогнать ее к ней вплотную, она полную вылетела наружу, и только я ее и видела. Если был когда-нибудь на свете совершенно счастливый маленький гепард, то это была уайки. Глаза у нее лучились смехом, она прыгала на пиппу, лизала ее, обнимала вне себя от радости, а потом прижимаясь к маме, пошла с ней к холодильнику. У меня оставались только весьма пахучие остатки козы, и ничего удивительного, что пиппа к ним не прикоснулась. Теперь и другие малыши тоже пришли в лагерь и стали носиться и кататься по земле вместе с уайки. Встреча с ней привела их восторг. Они возились до полного изнеможения. У нас тревожило, что Билли и Тату выглядели ужасно тощими по сравнению с уайки. Когда я дала им несвежее мясо, они слопали его без остатка. Пока они ели, я отошла, чтобы приготовить месть молока и фарикса. Когда я вернулась, пиппа уже собралась уходить. Малыши боясь отстать от нее, торопливо напилить и пошли за ней следом. Позднее мы отыскали только несколько пересекающихся следов гепардов, ведущих в разные стороны. Потом стало слишком жарко и трудно идти по следу. Мне почти не верилось, что произошло чудо. Нам удалось вылечить уайки, не приручив ее. И пиппа приняла ее в семью просто и естественно, прежде чем долгая разлука смогла помешать этому. После чая мы снова вышли на поиски и нашли семейство примерно на расстоянии мили. Уайки хромала на заднюю ногу и часто останавливалась, чтобы собраться с силами. Естественно, она оказалась позади, когда все набросились на козье душу. Немного погодя, она подошла, чтобы получить свою долю. И тут я застыла от изумления. Собственная мать прогнала ее от пищи, отшлепала и вырвала мясо у нее изо рта. А ведь Пиппа уже наела с досыта. Что же случилось? Утром Уайки была совершенно здорова, и все семейство было вне себя от счастья. Почему же Пиппа теперь так непонятно ведет себя? Я отнесла немного мяса Уайки, но она съела только кусочек печенки. Я ощупала ее лапы и не нашла никаких повреждений. Только одна из задних лап казалась немного расслабленной. А что если я ее слишком рано выпустила, и ей пошел во вред слишком длинный переход? Мы охраняли гепардов до тех пор, пока они не наелись до отвала, и я с радостью заметила, что мбили, прижалась к бедной Уайки и старалась ее приласкать. Я надеялась, что Уайки хромают просто от усталости, и в девять часов вечера мы пошли домой. Следующие три дня мы искали гепардов от восхода до заката, но не нашли даже следов. Когда зашло солнце, я, измученное напрасными поисками, велел гаиту вылить воду из бидона, как вдруг возле дороги примерно на полпути к кеммеру, над травой показалось четыре головы. Это были гепарды. Насколько мне удалось разглядеть в сумерках, Уайки была здорова, и все были мирно настроены, хотя явно проголодались. Я оставила гаиту на посту, вернулась в лагерь, взяла мясо и воду и привезла все это на машине. Стало темно, хоть глаз выкли, но гаиту удалось направить гепардов к дороге, и они даже прошли немного в сторону лагеря. Я не хотел, чтобы какая-нибудь машина спугнула их и помешала им есть, поэтому увела их в сторону, и как раз вовремя, потому что вскоре по дороге пронеслось несколько грузовиков. Гепарды очень нервничали от того, что приходилось есть в темноте, и все время тревожно оглядывались, несмотря на то, что я непрестанно водила лучом карманного фонарика, чтобы обнаружить хищников. Торопливо поев, они вскоре ушли. На рассвете гепарды снова пришли в лагерь, но у нас не было мяса, и они пошли по дороге к скале леопарда. я знала с какой скоростью носятся грузовики и старалась всеми силами увезти гепардов с дороги, но они упорно возвращались, прыгали вокруг или затаивали в траве. Так, пытаясь перекидеть друг друга, мы прошли около милии. В конце конца я взяла козу в Кеннере и увела семейство за реку в знакомые им места, где не было угрозы попасть под машины. Питпа оставалась на другом берегу реки и постепенно перешла в чудесное место, где среди больших акатой было множество термитников и малыши могли в воле резвиться среди них. Уайти стала относиться ко мне вполне дружелюбно, только неизменно старалась спрятаться за Питпу. Она вновь стала мурлыкать о звуках ням-ням-ням, которыми она в лагере выражала удовольствие, мы больше от нее не слышали. Ее глаза снова стали теплыми и ласковыми, и вообще она была в отличной форме. Теперь меня волновало ламбилии. Она всегда была худой, но я считала, что раз она крупнее других, и аппетит у нее хороший, ей просто надо больше времени, чтобы откормиться. Теперь же у нее так выпирали тазовые кости, что я не на шутку стревожила, не глистыли у нее. Мне удалось взять пробы фекалии и послать их на анализ ветеринару, но ответ был отрицательный. Не были обнаружены и другие паразиты, которые могли бы довести мбилии до такого жалкого состояния. О том, чтобы взять мазок крови у нее из уха, нечего было и думать, и мне оставалось только корнить ее получше в надежде, что она поправится. Мбилии очень быстро сообразила, что теперь она центр всеобщего внимания, и стала подбегать ко мне раньше всех, чтобы получить лакомые кусочки, пока не помешают остальные. Потрясающую сообразительность она проявляла и в тех случаях, когда надо было выбрать самый удобный момент, чтобы схватить пищу, пока другие заняты своими делами, так что ей почти не приходилось браться из-за еды. Необычным было и то, что она позволяла мне вытаскивать клещей и даже поглаживать ее, пока она ела. Но если я осмеливалась прикоснуться к ней в другое время, она шутела и бросалась прочь. Уайки все время жалост к пикке, а Мбили подружилась со всеми нами. Иногда это даже вызывало у матери ревны. Тату оставалась такой же робкой, как и раньше, но когда дело доходило до еды, она своего не упускала. Внезапно у меня началась такая боль в пояснице, что пришлось немедленно поехать к доктору в Найроге. Он нашел у меня ополосывающий лишай, а это требовало длительного лечения. Надолго расставаться с гепардами мне не хотелось, и я пробыла в больнице только три дня, а потом вернулась в лагерь, и там уже сама продолжала лечение. Продолжение следует...